его дорого обойдется. Ты, похоже, специально это сказал. Хочешь использовать силу виллы древнего пруда, чтобы разобраться со мной? Гутяне его внук настоящие выродки, оба убивали девственниц ради своей практики. За долгие годы от рук старика погибло немеренное число невинных девушек. Как думаешь, почему его внука убила маленькая фея из секты небесных звуков? Мастер Лю, ты столько лет прожил тут, разве не замечал, что здешние девушки пропадают? Спросил Нинцы. Когда Цинни не услышала маленькая фея, она взглянула на мальчика и покрылась легким румянцем. Он такой маленький, но язык у него действительно острый. Подумала про себя девушка. Разумеется, я слышал, что молодого мастера виллы убили. Вот только это сделала не маленькая фея, а маленькая ведьма. Лорд Ауинды поручил местным мастерам разыскать ее. Ты утверждаешь, что старший гутяне молодой мастергу убивали невинных девиц ради своей практики. Только из-за этих слов я могу спокойно передать тебя в руки людей виллы древнего пруда. Пригрозил Люган. Что касается упомянутых Нинцы пропавших девушек, то мужчину это вообще не волновало. В уезде с Ишуй за последние годы не особо много кто пропал. Более того, даже если семья Гу была в этом замешана, кого это волнует? Девушка. Он хочет передать нас семье Гу. Интересно, а сколько ему дадут в награду? Нужно будет попросить как минимум в два раза больше, чем предлагала семья Наньгун. Думаю, 500 тысяч красного золота за маленькую фею будет приемлемо. Что скажешь? Мальчик с ухмылкой посмотрел на служанку рядом с собой. Цинень хлопнула его по плечу. Хватит уже смеяться над всеми. Хотя твоя практика выше моей, но ты все же моложе меня, имей совесть уважать старших. А о, ты все же метишь в старшие сестры? А что ты готова для этого сделать? Спросил Нинцы, пристально посмотрев ей в глаза. Девушка была обескуражена и поняла, что не могла продолжать с ним спорить. Слушая их разговор, Люган начал хмуриться. Слова Цинень вызвали у него сильное желание встать и покинуть это место, однако он не мог этого сделать. В данный момент он боялся даже пошевелиться. Друзья, я тут вдруг вспомнил, у меня есть важное дело, почему бы нам не встретиться как-нибудь в другой раз. Мужчина старался изо всех сил выглядеть собранным и спокойным. Важное дело, тебе же приглянулась моя служанка, поэтому ты и позвал нас сюда, намереваясь напоить снотворным. Интересно, что бы ты с ней сделал? Тебе же она случаем не разонравилась. Нахмурился мальчик. Младший брат, ты, должно быть, шутишь, все это на самом деле просто недоразумение. Я просто восхитился тем, что вы в столь юном возрасте путешествуете одни, и хотел с вами познакомиться. Похоже, ты уже догадался, кто она, верно? Да, она и есть та знаменитая маленькая фея, мисс Цинень. Я очень рад познакомиться с вами лично. Девушка посмотрела на него, затем на Нинцы. Мой мастер говорил, что Гутиню кто-то помогал истине. Возможно, это был он, ведь такой человек мог легко выкинуть что-то подобное. Это вполне вероятно, кивнул мальчик. Слушая их, Люган начал паниковать и трястись. Он не был уверен, что с ним будет, но сейчас важнее всего было как-то распрощаться с парой, а когда они уйдут, немедленно доложить о них Наньгунму. Глава Лю, давайте перейдем к делу. Натянутая улыбка мужчины тут же исчезла. Простите меня, я не хотел вас обидеть, но предупреждаю вас, если я тут умру, то моя банда доложит об этом Наньгунму, и тогда у вас появятся большие проблемы. Ой, да мне на нее все равно. Гутяни Ауинды недавно пали от моей руки, думаешь ей по силам меня арестовать? Что? Это ты их убил? Невозможно. Ты же еще ребенок, а у нее не хватило бы на это сил. На лице Люгана отразилось потрясение, но в глубине души он поверил словам Нинцы. Ха-ха, вы двое просто маленькие лжецы. Отдаю должное, вы чуть было не провели меня, но раскрыли себя тем, что якобы убили Гутиня и Ауинды. В этот момент мужчина внезапно понял, что ошибся. И факт того, насколько глупо и напуганно он сейчас выглядел, взбесил его так сильно, что он бросился на мальчишку. Нинцы спокойно смотрел на него, ничего не предпринимая, ведь рядом был оценень. Люган не успел среагировать, как его кулак столкнулся с лучом меча. Моя рука. Мужчина в изумлении уставился на свою разрубленную руку, после чего почувствовал пронизывающую боль. Если бы не клинок, что был приставлен к его шее, то он бы сейчас лежал на земле и корчился от боли. Друзья, это все ошибка, недоразумение. Понимая в какой ситуации он оказался, ему ничего не оставалось, кроме как взмолить о пощаде. Глава 4357. Секта Великих Облаков. В этот момент Люган окончательно убедился, что перед ним та самая маленькая ведьма. Девушка на его мольбы ответила. Внук Гутиня тоже сначала рассказывал мне о недоразумении, а позже я убила всю его группу. Сердце мужчины дико колотилось, а в его глазах мелькнуло отчаяние. Он попал в руки цининь. Шансы выжить были крайне малы. Если уж она посмела убить внука Гутиня и пришла прямо в уезд Сышуй, то убить такого простака, как он, для нее будет расплюнуть. Вот только. Подождите. Моя банда Великой Рики очень известна. Если я исчезну, то семья Наньгун обязательно это заметит. Однако если вы пощадите меня, то я расскажу вам большой секрет, связанный с виллой древнего пруда. Выпалил на одном дыхании Люган. Секрет. Нинцы и цининь посмотрели друг на друга, после чего девушка покачала головой. Ты опять пытаешься нас обмануть? Нет, абсолютно нет. Если старший Гу мертв, то этот секрет вам будет очень полезен. Ты всего лишь мелкая сошка, откуда ты можешь знать какой-то секрет? Хотя мой уровень практики низок, но я много лет работаю в уезде Сышуй и у меня много знакомых. В противном случае я бы не оказался в доме Наньгун. Убери меч, послушаем, что он скажет. Если этот секрет будет достоин того, чтобы мы его пощадили, то так и поступим. Цининь колебалась, но все же убрала клинок, от чего мужчина почувствовал облегчение. Глава Лю, можете говорить это. Поклянитесь, что, выслушав секрет, «Оставите меня в живых», — попросил Люган с натянутой улыбкой. «Убей его», — мальчик встал и пошел к выходу. Девушка с холодной ухмылкой замахнулась клинком мужчине в голову, но тот в ужасе закричал. «Подождите, я все расскажу». Лезвие остановилось в дюйме от его шеи. Нинцы обернулся и требовательно сказал. «Говори». «Три года назад мой подчиненный увидел группу странных людей, направляющихся к вилле Древнего Пруда. После проведенного мною расследования я выяснил, что той группой были люди секты Великих Облаков. Если старший Гуд действительно умер, то, возможно, они что-то предпримут. Эта секта невероятно сильна, у нее есть мастер зарождения души», — сказал Люган. «Секта Великих Облаков. Как простой практик сферы зарождения основ может иметь с ней связи. Не пытайся нас обмануть», — возразила Ци Нинь. «Все это правда. Стоял на своем мужчина, честно говоря, многие вещи, которые делал старший Гу, местные замечали. Я также видел, что мастера секты Великих Облаков один раз забрали с десяток людей с виллы Древнего Пруда. Среди них были молодые девушки. Вот только никто не пытался в этом разобраться или кому-то рассказать. Все боялись и держали язык за зубами. Мальчик встретился взглядом с девушкой. Вероятно, лунная длань была передана сектой Великих Облаков. У них тоже есть люди, практикующие эту технику. «Нам нужно сходить на виллу». Похоже, Гутянь не только убивал девственниц, но и отправлял их в эту секту. Кто бы мог подумать, что такая праведная секта окажется замешана в этом? Ци Нинь была разочарована. «Это все, что я хотел рассказать», — пробубнил Люган. «Пойдем», — улыбнулся Нинцы и направился к выходу. Девушка холодно пригрозила мужчине. «Держи язык за зубами», — понял. «Понял, никому и полслова не скажу». Затем пара ушла. Через некоторое время Люган обработал рану, привел себя в порядок и созвал всех основных членов банды. Находясь в окружении своих людей, он почувствовал себя в безопасности. «Глава, что-то случилось?» «Почему вы ранены?» Спросил один из членов банды, заметив перевязанную руку мужчины. «Позже расскажу. Сейчас у меня есть для вас важное задание. Мне нужны два добровольца. Один должен будет сходить в дом Наньгуны передать, что я нашел след маленькой ведьмы, а другой — отправиться в секту Великих Облаков и оповестить там людей, что Гутянь был убит». Решительно сказал Люган, желая показать тем двоим наглецам, что он не тот, кого можно так легко запугать. Однако в следующее мгновение перед всеми появилась фигура «Кто ты?». Секундой после все, за исключением мужчины, погибли. Люган в ужасе смотрел на монстра с синим лицом и клыками. Старший — бах! Голова мужчины слетела с плеч одним ударом, после чего бронированный зомби исчез. Спустя время появилась новость о том, что Люган и старшие банды Великой Реки погибли в своем штабе, и это подняло большой шум по всему уезду Сышуй. Многие местные богатые семьи попросили секту шести божеств расследовать это дело. Внутри гостиницы, когда Цинни не услышала о смерти мужчины, она тут же пошла в комнату Нинцы. Люган мертв. «Я знаю, те двое старших это сделали?» Поинтересовалась девушка. «Какие еще старшие?» Мальчик озадаченно посмотрел на нее. «Забудь», — Цинни не отвернулась. Ей не нужно было подтверждение от него, она уже поняла, что случилось. Спустя пару секунд девушка спросила. «Когда ты собираешься пойти на виллу древнего пруда?» «Сегодня вечером я пойду туда один». «Ты слишком слаба?» «Оставайся в гостинице и жди новостей». Для Цинни не его слова были сильным ударом по самооценке. С самого детства она знала, что была гением. Это впервые, когда ей сказали, что она слаба. «Вот только опровергнуть этого она не могла». «Я прослежу за Наньгунму», — сказала девушка. «Тогда не попадись», — рассмеялся Нин Ци. Глава 4358. «Всегда в подчинении дом Наньгун». Человек, которого Наньгун хотя не отправил на виллу древнего пруда, вернулся, но не своими силами, потому что все его конечности были сломаны. Лица старейшин семьи Наньгун были нахмурены, а младшие сильно разозлились. Зачем нужно было так калечить посыльного? Наньгунму также слегка нахмурилась. Вилла древнего пруда наплевала на ее семью. Патриарх, как только же Нагутиня выслушала послание, она приказала людям сломать мне руки и ноги, а затем повесила мне что-то на шею и сказала, что вы должны понять ее предупреждение, через силу сказал мужчина, испытывая сильную боль. Наньгун хотя не наклонился и снял с его шеи жетон. Весь предмет был темным, но в его центре находился выгравированный символ облака. В глазах мужчины промелькнуло сомнение и он передал жетон женщине. Сестра, ты знаешь, что это? Наньгунму вопросительно посмотрела на предмет, затем на посыльного. Жена Гутиня еще что-то сказала? Мужчина средних лет изо всех сил старался вспомнить все, что произошло, когда он пришел на виллу. Она говорила немного, но, очевидно, смотрела свысока на нашу семью Наньгуны. Что и выкладывай все. И на секту шести божеств прошептал мужчина. Да как она смеет. Подчиненные Наньгунму тут же разъярились. Молчать пригрозила женщина. Это жетон секты Великих Облаков, но я не понимаю, откуда у Гутиня связи с ней. Что? Когда люди услышали ответ женщины, всех их поверг шок. Наконец-то они поняли, почему же Наньгунму вела себя таким образом. Оказывается, все из-за связей с сектой Великих Облаков. Придется отложить дело с виллой на какое-то время. Отведите его к лекарю. Наньгунму убрала жетон, взглянула на посыльного и приказала людям забрать его. Муж, может она теперь затаила на нас обиду? Наша семья не сможет справиться с такой сектой. Жена Хатиня была обеспокоена происходящим. Не переживай, из-за такого пустяка ничего не будет. Тебе стоит позаботиться о себе. Скоро найдут линер, а когда она вернется, то будет расстроена твоим изможденным видом. Мужчина попытался утешить женщину. Поздно ночью, вилла Древнего Пруда. Находилась вилла Семьягу в самом красивом месте, на острове посреди озера. Ночью ее патрулировало множество мастеров. Все они были вооружены и готовы к защите. Можно сказать, что вилла Древнего Пруда – это неприступная крепость. Внутри виллы все еще горел яркий свет. В главном зале собрались близкие люди Гутиня. Шесть божеств подтвердили смерть мастера. Его тело находится у Наньгунму. «Я верю, что увидев жетон, она принесет нам его», сказала старуха. Ее слова вызвали разную реакцию у людей в зале, кто-то был шокирован, а кто-то все еще не верил в это. «Мама, а как же отец умер?» спросил мужчина лет пятидесяти, очень похожий на Гутиня. «Ваш отец и Ауинды отправились ловить убийцу Чинера, но столкнулись с могущественным мастером возле хребта десяти тысяч демонов и были убиты. Эта старуха была женой Гутиня. В этом году ей будет семьдесят лет. Хотя она не так сильна, как ее муж, но находилась на десятом ранге закалки источника. Мужчина, что задал ей вопрос, был ее старшим сыном, звали его Гуи Фын. «Мама, Чинер был убит маленькой ведьмой, но кто же мог убить отца?» «Что это за мастер?» «Неужели из секты небесных звуков?» «Пока неизвестно, но это Наньгунму уже положила глаз на технику лунной глани. Я полагаю, что как только станет общеизвестно о смерти вашего отца, то не только она захочет заполучить ее. Я хочу, чтобы вы отправили всех девственниц, которых поймали за прошедшее время, в секту Великих Облаков, и передали их старейшине Мину. Взамен попросите у него помощи, он не должен отказать нам спустя столько лет нашего верного служения», сказала старуха. «Я все сделаю», вызвался Гуи Фын. «В это время его младшие братья посмотрели друг на друга, и один из них сказал, «Мама, раз папа и чинер мертвы, может мы изучим технику лунной глани, чтобы справиться с будущими врагами нашей семьи?» Старушка ответила, «Тот, кто практикует эту технику, всегда находится в подчинении старейшины Мина. Если вы будете изучать ее без разрешения, то это может плохо закончиться». Все тут же затихли и опустили головы. Они знали силу секты Великих Облаков и не хотели рисковать своими жизнями. И Фын, «Время поджимает, я хочу, чтобы ты отправился в секту Великих Облаков прямо сейчас», потребовала старушка. Понял. Мужчина сразу же ушел. Он лучше других понимал нынешнюю ситуацию их семьи и был заинтересован, как можно скорее найти возможность ее защитить. Глава 4359. «Кто здесь?» Ночного озера тихо появился нинцы с двумя бронзовыми зомби. Защитная формация, установленная гутяним, не имела никакого эффекта на мастеров сферы золотого ядра. Мальчик отчетливо слышал разговор между Гуи Фыном и старушкой, но внезапно неподалеку он заметил какое-то движение и молча спрятался в тени. Через пару мгновений на берегу показалась стройная фигура. Вода стекала с ее тела, но вскоре просто испарилась. Наньгун Му огляделась и продолжила пробираться внутрь виллы. Она даже не подозревала, что в этот момент за ней наблюдала пара глаз. Раз она пришла сюда, значит, скорее всего, знает, что делала семья Гуи и что мисс Наньгун заключена здесь, предположил нинцы. Через несколько мгновений, игнорируя женщину, он сам пробрался на территорию виллы со своими зомби, ловко избегая патрули по пути, и вскоре нашел Гуи Фына. В это время рядом с мужчиной стоял его подчиненный, который потянул за рычаг возле себя, и перед ними прямо в земле открылся проход, ведущий вниз. Гуи Фын спокойно вошел в него и тот закрылся, словно его там никогда и не было. Мальчик подошел ближе к тому месту и с помощью бессмертного глаза увидел то, что было под землей. Внизу находилось подземелье в виде лабиринта, освещенное тусклыми свечами, в котором было около десятка необычайно чистых, больших и малых камер. Также там присутствовала охрана, чья практика разнилась от четвертого до шестого рангов закалки источника. Большинство камер пустели, но в двух прибывало около десяти женщин. Все они были бледны, очевидно потому, что давно не видели солнца, но их одежда была относительно опрятной, как и они сами. Видимо, их старались держать в неком подобии человеческих условиях. Мастер. Когда патрульные увидели Гу и Фына, они поспешно поклонились ему. «Откройте комнаты и выведите оттуда всех девушек, я их забираю», — приказал мужчина. «Есть». Охранники без лишних вопросов принялись выполнять приказ. Девушки всех возрастов были в ужасе, они не знали, что их ждет. Часть из них тихо зарыдала, а остальные уставились на Гу и Фына, пытаясь вспомнить, где могли его видеть. «Дядя Гу, ваша вилла древнего пруда, почитаема многими в уезде с Ишуй, почему вы похищаете женщин? Что вы собираетесь с нами делать?» Внезапно одна из девушек обратилась к мужчине. Гу и Фын взглянул на нее и равнодушно ответил. «Мисс Наньгун, в дела моей виллы никто не лезет, поэтому можете не ждать, что вас спасут. Никто не посмеет ступить на территорию моего дома даже на полшага». Линер. «С ним бесполезно говорить, я уже кое-что выяснила. Девушки, которые пропали за последние годы, в основном были похищены их семьей», — сказала одна из пленниц. «Ция, на самом деле мы похищали только женщин из обычных семей, но вы вели себя слишком любознательно и посмели тайно расследовать дела моей семьи Гу. Зато теперь вы знаете, что за любопытство тоже можно умереть», — ухмыльнулся Гу и Фын. Затем появилась небольшая пауза, после которой мужчина, посмотрев на Наньгун Лини Ция, сказал. «Вы немного старше остальных, дай красивее, а старейшине Мину все равно какие девушки. Главное, чтобы были невинны». Когда охранники услышали его, на их лицах тут же заиграла похабная улыбка, как будто они уже знали, что собирался сделать их мастер. Они быстро забрали всех женщин из этой камеры, кроме этих двоих. «Гу и Фын, что ты собираешься делать?» В глазах Ция отразилась паника. Хотя ее и удерживали здесь против воли, но она еще никогда не была так напугана, как сейчас. Девушка думала, что сможет выбраться, как только ей подвернется шанс, но в этот момент почувствовала, что мужчина задумал что-то очень плохое. «Я собираюсь сделать с вами то, чего вы еще никогда не испытывали, так что, может, вам даже понравится», — сказал Гу и Фын с улыбкой. Нань Гун Ли неспуганно схватилась за руку подруги. «Не бойся, мы справимся с этим», — Ция попыталась успокоить младшую, а затем сказала мужчине. «Отпусти хотя бы ее. Ха-ха, одной мне будет мало». Громко рассмеялся Гу и Фын, после чего махнул рукой и сильный порыв духовной энергии отбросил девушек в стену, где они могли только в ужасе наблюдать, как он шаг за шагом приближается к ним. Эх, но вдруг позади, возле входа в камеру, раздался вздох. Мастер Гу нахмурился и резко обернулся. «Кто здесь?» Стражники тоже удивились, кто так бесшумно смог проникнуть в это место. Фигура медленно вошла в камеру и до ужаса напугала всех мужчин. «Как здесь мог оказаться ребенок?» «Кто ты такой?» — спросил Гу и Фын. Охранники насторожились, но не спешили действовать. Девушки посмотрели друг на друга, но они не могли увидеть, что происходит впереди, так как перед ними стоял мужчина и все загораживал. Кто-то вломился сюда. «Может снаружи узнали о черных делах виллы Древнего Пруда и нас спасут?» Прошептала Ция. «Надеюсь», — кивнула Нань Гунлинь. Статус виллы Семии Гу был очень высок в уезде с Ишуй. У них было множество мастеров как боевых искусств, так и практиков, поэтому только кто-то с такой же силой мог что-то им противопоставить. Глава 4360. «Все они злодеи, вы поверите мне, если я скажу, что просто проходил мимо и решил заглянуть в подземелье виллы Древнего Пруда?» — спросил Нинцы. Гу и Фын и другие были ошеломлены словами мальчика. «Взять его?» — взревел мужчина. «Стражники тут же направились прямо к незнакомцу. Видимо, не верите, да и я в принципе тоже». Пробубнил Нинцы и мгновенно высвободил свою духовную энергию, обрушив ее на группу охранников. Бум! Неслыханная сила захлестнула мужчин, уничтожив их внутренние органы и разбросав тела бедолаг по всей камере. Гу и Фын не мог поверить своим глазам. Группа его подчиненных была убита лишь одной атакой мальчишки, которому на вид было лет пять. Ция и Нань Гун линь позади мужчины были в полной растерянности и не знали, что с ними будет дальше. «Кто ты?» Гу и Фын сделал пару шагов назад, не сводя при этом глаз Нинцы. «По идее, убийца твоего отца и твой враг. Убийца отца?» «Так это ты?» «Да», — кивнул мальчик, приближаясь к мужчине. «Невозможно. Мой отец был одним из сильнейших мастеров уезда Сэшуй, как ты мог его убить?» «Что ты за чудовище?» В глазах Гу и Фына отразился глубокий ужас. «Не подходи ко мне, ни шагу ближе». Мужчина начал пятиться в угол камеры и только тогда две девушки увидели незнакомца. Обе красавицы были в смятении от того, что им оказался мальчик лет пяти. В этот момент Гу и Фын резко схватил девушек за шею и уставился на Нинцы. «Ты пришел спасти их?» «Кто ты, черт возьми такой?» «Почему те, кто заходит в тупик из-за своих же действий, любят брать непричастных к этому людей в заложники?» «Мальчик, насупив брови, остановился. «Так ты действительно пришел их спасти?» «Не подходи ко мне, иначе я убью их», — пригрозил Гу и Фын. На лице Нинцы появилась легкая насмешка. Вух! В следующий момент две девушки внезапно почувствовали, что хватка мужчины стала ослабевать. Когда они смогли освободиться от его ладони и посмотрели на него, то увидели, что прямо в его лбу зияла кровавая дыра. «Все вопросы сможете задать позже, как только мы покинем это место. Я планировал дождаться, когда он заберет вас с виллы, но кто же знал, что он такой нетерпеливый?» Сказал Нинцы двум особам. «Хорошо», — девушки согласились. Вскоре мальчик освободил других пленниц из камеры по соседству и повел всех наружу. Девушки обрадовались, вдохнув свежий воздух и увидев открытое небо, но они отдавали себе отчет, что еще не до конца обрели свободу, поэтому вели себя тихо. «Молодой мастер, нас тут так много, а мы ведь находимся на острове, как же нам добраться до берега без лодки?» Спросила целья. «Все просто, мы пойдем по главному пути. Охраны здесь слишком много, так что пытаться спрятаться бессмысленно», — ответил Нинцы. «Кто вы?» «Эй, как они выбрались из подземелья?» Как только мальчик дал ответ, со стороны появился патруль, который тут же поднял шум. Мужчины явно знали девушек, поэтому бросились их остановить. Но в следующее мгновение острая аура настигла их и почти все они одновременно свалились на землю. Между бровями у каждого из мужчин виднелась кровавая дыра размером с кулак ребенка. Девушки в изумлении уставились на Нинцы. Хотя они уже поняли, что его навыки были экстраординарными, но увидеть это своими глазами было совсем другим делом. Более дюжины хорошо экипированных охранников с высоким уровнем практики погибли в одно мгновение, что вызвало дрожь у Ция и Нань Гун Линь. Пойдем, сказал мальчик, направляясь вперед к выходу из виллы. Стоять, кто вы? Пух. Группа охранников свалилась на землю. Через некоторое время все повторилось снова. Все, с кем сталкивался Нинцы, умирали без исключения. Но в какой-то момент мальчик махнул рукой, призывая девушек остановиться, а затем прямо к его ногам свалилась фигура. Нань Гун Му, как ты посмела пробраться в мой дом? Неужели не боишься, что тебе здесь придет конец? Взревела старуха, что направлялась сюда с группой людей. Однако как только она закончила говорить, ее взгляд приметил Нинцы и девушек, от чего она резко нахмурилась. Где и фын? Мама, здесь что-то не так. Старшего брата нет и охранников тоже, а еще этот мальчишка взялся не пойми откуда. Может он, подчиненный Нань Гун Му? Спросил второй сын старухи. Все остальные сочли его слова разумными. Тетя Му. Нань Гун Линь подбежала к упавшей на землю женщине. Она видела с ней несколько раз в детстве, но это было довольно давно. Нань Гун Му была сильно избита старухой. Откашлившись кровью, женщина посмотрела на девушку и подтвердила, что это была ее племянница. Линер, почему ты тут? Спросила Нань Гун Му, считая, что ее здесь не должно быть. Нас схватил Гутянь. Многие женщины, исчезнувшие за последние годы в уезде, оказались в плену семьи Гу. Тут нет ни одного хорошего человека, все они настоящие злодеи. Ответила слегка напуганная девушка, тетя, раз ты здесь, то значит и секта шести божеств тут. Это хорошо, нужно схватить всех этих людей и предать суду. Глава 4361. Мгновенная смерть Нань Гун Му слегка побледнела, выслушав свою племянницу. Она пробралась сюда одна и больше никого не привела. Схватите всех этих шлюх живыми и отправьте людей найти Лифына. Я хочу спросить его, как он их упустил и позволил им сбежать. Взревела старуха, которая вовсе не пыталась отрицать слова Линер. Она считала, что с Виллы все равно никто не сможет уйти, даже Нань Гун Му. Госпожа Гу, вы действительно посмеете меня убить? Я прямой потомок столичной семьи Нань Гун, а также тысячник секты шести божеств. Если вы убьете меня, то секта обязательно все расследует, и тогда вы поплатитесь сполна, спокойно сказала женщина. Мою Виллу Гу поддерживает секта Великих Облаков, мне плевать на шесть божеств и даже на вашего главу. Жаль только, что тебе уже тридцать, и ты, скорее всего, не девственница, иначе я бы отправила тебя к старейшине Мину. Он был бы счастлив получить такой экземпляр, усмехнулась старуха. Нань Гун Му из услышанного окончательно поняла, насколько сильно в этом замешан старейшина Мин из секты Великих Облаков. Вот только она не понимала, почему такая праведная секта опустилась до такого. Более того, даже если она сможет уйти отсюда живой, никто ей не поверит, что такой человек, как старейшина Мин, замешан в чем-то подобном. В общем, она ничего не может сделать семье Гу. Госпожа, беда, мастера Ифына убили. Мужчина средних лет с паническим видом, пошатываясь, закричал на весь двор. Он только что спустился в подземелье, где застал множество трупов. Ифын мертв, кто его убил. Взревела старуха и чуть было не упала в обморок от ярости. Недавно она потеряла мужа и внука, а теперь еще и старшего сына. Мама, ты в порядке? Второй и третий сыновья подхватили свою мать. Я в норме. Старуха махнула рукой и посмотрела на Нань Гун Му. Покажи мне, кто это сделал, тогда я обещаю не убивать тебя. Однако сама женщина была в недоумении. Она была уверена, что пришла сюда одна, но, похоже, кто-то еще пробрался сюда и даже спас ее племянницу с другими девушками. Линер, кто тебя спас? Пусть он остановит эту ведьму, а я разберусь с остальными, прошептала Нань Гун Му, надеясь, что это сработает. Девушка вопросительно посмотрела на Нинцы. Женщина сразу же проследила за ее взглядом и с удивлением сказала. Это ты. Что ты тут делаешь? Она помнила, что видела этого мальчика в доме Нань Гун, но не ожидала снова встретить его, тем более здесь. Нинцы равнодушно взглянул на нее и проигнорировал, а после с улыбкой обратился к старухе. Какой уровень практики имеет старший Мин? Он в сфере золотого ядра? Тетя Му, это он спас нас, прошептала Линер. Он, Нань Гун Му, не могла в это поверить. Хотя голос девушки был тихим, слуху практикам был довольно острым. Старуха и другие вопросительно посмотрели на мальчика, понимая, что именно он, должно быть, убил и Фына, но... Это же ребенок лет пяти, как он это сделал? Все это казалось слишком нереалистичным. Кто ты? Рявкнула старуха, уставившись на Нинцы. Ты сначала на мой вопрос ответь, а потом я уже скажу, кто я. Старуха тяжело вздохнула, у нее на сердце появилось подозрение, что мальчик был вовсе не ребенком. Да, старейшина Мин в сфере золотого ядра, а также он мастер моего мужа. Теперь отвечай на мой вопрос. Мастер Гутиня и практик сферы золотого ядра? В глазах Нань Гун Му мелькнул ужас. Она и подумать не могла, что старик имел такую поддержку. Нинцы предположил вслух. Может быть, твой муж был лишь номинальным учеником старшего Мина? Кто ты? Закричала старуха. Убийца твоего мужа. Схватите его живым. Старуха была в ярости, она не верила его словам, но в то же время сомневалась. Девушек разведешь по домам сама. Что касается того, как поступить с остатками виллы древнего пруда, решать тоже тебе, сказал Нинцы, повернувшись к Нань Гун Му. Женщина была в ступоре. А чем ты? Мальчик, игнорируя ее, взмахнул рукой, и в то же мгновение из нее вырвалось с десяток лучей духовной энергии, которые тотчас пронзили головы людей семьи Гу, включая старуху. В живых остались только дюжина обычных охранников, что с побледневшими от страха лицами наблюдали за произошедшим. Нинцы же не обращал на них внимания, простые люди для него, мастера золотого ядра, словно и не существовали. Нань Гун Му еще долго не могла прийти в себя. Произошедшее на ее глазах было слишком шокирующим. Большая группа мастеров закалки источника вместе с женой Гутиня была беспощадно убита. Так это ты убил Гутиня и Ауинды в горах десяти тысяч демонов? Спросила женщина, вдруг вспомнив, что мальчик ответил старухе. Ция и другие девушки вопросительно посмотрели на Нинцы, тоже желая услышать его ответ. Глава 4362. Изучение техники лунной глани. Ну я, а что, вы хотите меня арестовать? Спросил Нинцы. Нет, я понимаю, что намного слабее. Да и начальство приказало мне не действовать опрометчиво. Гутиня оказался подлецом, а Ауинды с ним связался. Скорее всего, он знал о том, что вытворяла семья Гу, так что, вы, можно сказать, помогли нам уничтожить зло, высказалась Нань Гун Му. Ордер на арест Цининь также отзовите. Внук Гутиня настоящий убийца и насильник. Хорошо, кивнула женщина и тут же вспомнила лицо служанки, что стояла позади мальчика в доме Нань Гун. Осознав, кем была та особа, Нань Гун Мура смеялась над собой. Она стояла так близко к разыскиваемому преступнику, но не заметила этого. Госпожа Нань Гун, сперва заберите их с острова, у меня еще есть дела. Я загляну в дом Нань Гун завтра, сказал Нинцы. Женщина догадывалась о том, что хотел сделать мальчик, но ничего не сказала и решительно ушла с девушками. Когда группа покинула территорию виллы, то раздался еще один крик охранников, но он быстро стих. Очевидно, что ему удалось с ними расправиться. Посреди ночи на вилле Гу стало пугающе тихо. Из охраны были лишь двое зомби в бронзовых доспехах. Нинцы обошел все трупы, и последним из них оказалась старуха, которая владела пространственным кольцом. В этом кольце лежала техника лунной длани, а также около трех миллионов красного золота. Деньги ему мало были полезны, но эту сумму он решил оставить, вдруг пригодится. Старуха, вероятно, забрала на хранение все важные вещи себе, когда узнала, что Гутянь умер, и это сэкономило ему время. Закончив дела на вилле Древнего пруда, Нинцы благополучно вернулся в гостиницу, где увидел странную картину. Что ты делаешь в моей комнате? Пришла постель согреть. Спросил мальчику развалившейся на его кровати девушке. Цининь тут же подпрыгнула и, надув губы, проворчала. Я ждала тебя, и если бы ты не вернулся, то утром сразу бы ушла. После чего девушка задала вопрос. Ну как там дела? Ты все осмотрел? Нинцы сел на стул и стал медленно рассказывать. Все люди семьи Гу мертвы, а захваченные ими девушки спасены. Также ордер на твой арест отменен, секта шести божеств больше не будет за тобой охотиться. Кстати, Гутянь оказался учеником мастера Золотого Ядра из секты Великих Облаков. Тот мастер, скорее всего, попытается выяснить, что произошло. Однако сколько он сможет узнать, будет зависеть от многих факторов. Цининь с трудом смогла переварить всю эту информацию. Произошедшее за одну ночь было слишком поразительным. Получается, у Гутиня есть поддержка мастера сферы Золотого Ядра. В голосе девушки появился след страха. Ее нынешняя цель – достичь сферы зарождения основ, а до Золотого Ядра ей было слишком далеко. В Империи Небесного Знамени было всего несколько практиков этой сферы. Что-то еще случилось? Спросила девушка. Еще? Теперь ты знаешь все, что нужно. Ступай к себе. Цининь поспешно ушла, смущенно опустив голову. Нинцы вытащил технику лунной длани и начал ее осматривать. Он изучал ее всю ночь. И утром следующего дня на его панели характеристик появилась строчка «Лунная длань», рядом с которой был плюс, что говорило о том, что уровень техники можно повысить. Однако, к сожалению, сейчас у него было слишком мало духовной силы. Им для техники нужна была кровь девственниц. Мне же – духовная сила. По идее, я смогу развить ее намного выше, чем они, предположил мальчик. В этот момент из его правой руки вылетели Чунь, Ся, Цу и Дун. Как только Дун появилась, сразу же выразила свою радость. Находиться рядом с Аурой молодого мастера стало еще комфортнее. На этот раз остальные девушки не стали упрекать ее, потому что были с ней согласны. Я изучил лунную длань, а так как техника включает в себя энергию инь, то с ее помощью вы можете подпитывать силу своего изначального духа, объяснил Нин Ци. Сила изначального духа озадаченно пробормотала себе под нос Чунь. Снаружи сейчас палит солнце, вы не боитесь? Мальчик взглянул в окно. Напрямую стоять под солнцем будет для нас вредно, а так все нормально, ответила Чунь. Ладно, я собираюсь выйти, вам лучше вернуться в мою руку. Девушки покорно выполнили его просьбу. После чего Нин Ци позвал Ци Нине и они отправились к дому Нань Гун. В этот момент семья Нань Гун праздновала возвращение молодой госпожи. Сестра, я тебе безмерно благодарен. Я не ожидал, что Гу Тянь окажется таким злодеем, а его семья настоящим дьявольским гнездом. Нань Гун Ха Тянь благодарил двоюродную сестру без передышки. Мужчина понимал, что если бы она не прокралась прошлой ночью в дом семьи Гу, то он, возможно, уже никогда бы не нашел свою дочь. Госпожа Нань Гун держала линер обеими руками, боясь, что-то внезапно улетит. На самом деле это не меня вы должны благодарить, сказала несколько смущенная Нань Гун Му. Нань Гун Ха Тянь сразу же спросил. Что ты имеешь в виду? Ты подготовил награду? Спросила женщина. Мужчина поспешно кивнул. Конечно, я уже приказал собрать деньги, 200 тысяч. Не пойми меня неправильно, скоро должен прийти тот, кто спас линер. Если бы это я ее спасла, то не попросила бы денег, сказала Нань Гун Му. А кто он? Хотя не его жена переглянулись. Неужели кто-то другой спас их дочь? Мастер. Маленький мальчик, который вчера приходил, снова пришел. Сказал старый дворецкий. Чего ему тут надо? Прогони его. Моя дочь вернулась, так что искать ее больше не нужно. Подожди, проводи его в гостевой зал, приказала Нань Гун Му Дворецкому. А старик посмотрел на Ха Теня, ожидая его ответа. Мужчина был озадачен, но не стал перечить сестре. Иди, сделай, как она сказала, а мы подойдем туда чуть позже. Глава 4363. Высокомерие при первой встрече и почтительность в прощании гостевой зал. Дворецкий разместил нинцы и сразу же ушел. Ци Нинь встала позади мальчика, огляделась и прошептала. Ты уверен, что Нань Гун Му не нападет на меня? Она не посмеет. Девушка сомневалась и ей было любопытно, что же произошло прошлой ночью, раз Нань Гун Му так быстро переобулась. Зачем вы пришли? Первым в зал вошел второй старейшина со своими людьми, который, увидев нинцы и ци Нинь, сразу же нахмурился. Забрать награду, улыбнулся мальчик. Мужчина рассердился еще сильнее. А вы хорошо информированы? Уже откуда-то узнали, что Линер вернулась? Естественно, мы знаем об этом, ведь я приложил к этому руку. Чего? Линер спасла госпожа Нань Гун Му. Как ты смеешь приходить к нам и требовать награду? Вы швырните их отсюда. Есть. Подчиненный старейшины направился прямо к мальчику и девушке. На этот раз Цининь не боялась раскрыть свою личность, поэтому ударила мужчину в грудь, и тот отлетел ко входу в зал, где в этот же момент появились Нань Гун Му и другие. Второй старейшина был поражен, он и представить себе не мог, что молоденькая служанка окажется такой сильной. Что случилось? Спросил вошедший в зал Нань Гун Хатянь. Увидев прибывшую группу, старейшина сразу же пожаловался. Госпожа Му, они требуют награду, быстрее арестуйте их и бросьте в тюрьму шести божеств. Мисс Нань Гун, вот мы и снова с вами встретились, улыбнулся Нинцы. Молодой господин должен был получить много денег прошлой ночью, не так ли? Намекнула женщина. Есть такое, но капитал семьи Гу оказался невелик. Нань Гун, хотя не второй старейшина были поражены их разговором. Госпожа Му, вы их знаете? Спросил второй старейшина. Нань Гун Мухмура посмотрела на него. Нань Гун Хун, они не лжецы, быстро извинись перед ними. Извиниться, до мужчины не доходило. Ему было за сорок, он достиг десятого ранга закалки источника. Зачем ему извиняться перед младшими? Более того, они врали прямо им в лицо и не краснили. Неужели им как-то удалось обмануть Нань Гун Му? Подумав об этом, Нань Гун Хун посмотрел на Нань Гун Хатиня. Старший брат, Хатянь взглянул на пару, затем на сестру. Ты дружишь с ними? Если да, то почему ты вчера их не узнала? Они те, кто спасли Линер прошлой ночью, ответила женщина. Нань Гун Хатянь в недоумении посмотрел на свою дочь. Увидев, что та слегка кивнула, он окончательно опешил. Ты, должно быть, ценин из секты небесных звуков. Нань Гун Му посмотрела на служанку рядом с мальчиком. Рада вас видеть, улыбнулась девушка в ответ. Это она? Нань Гун Хун задрожал. Ты еще не извинился? Женщина нахмурилась. Извините меня. Мужчине пришлось это сделать, хотя он все еще был сбит с толку. Практика ценин явно была ниже, чем у него, но девушка была намного смелее. Раз не побоялась убить внука Гутиня. Вот только она ведь разыскиваемый преступник. Это оставило его в замешательстве. Ничего страшного, ценин не нравился Нань Гун Хун, потому она старалась не обращать на него внимания. Теперь уходи, сказала Нань Гун Му второму старейшине. Хорошо, угрюмо ответил мужчина. Нань Гун Хаотян подумал, что спасителем ее дочери была именно ценин, поэтому поспешно поблагодарил ее, но затем ему сказали, что это сделал Нин Ци, и это заставило его замереть на мгновение. Спасибо, младший брат, я немедленно прикажу людям принести награду, сказал мужчина. Можете не беспокоиться о награде. Я пришел сюда, так как слышал, что предок вашей семьи был мастером золотого ядра и у него была бессмертная техника. Мне хотелось бы взглянуть на нее. Взглянуть на их наследие? Все были ошеломлены. В зале стало очень тихо, пока Нань Гун Хаотян не сказал. Младший брат, эта техника считается семейной тайной. Если нельзя, то забудьте, ответил Нин Ци. Ладно, я отведу тебя в храм предков. Надеюсь, что старшие не будут гневаться на это, решил мужчина. Ценини другие остались в зале, только Нин Ци и Нань Гун Хаотян пошли в храм предков. По пути мальчика рассматривали люди семьи Нань Гун, задаваясь вопросом, кто он такой. Младший брат, сестра сказала, что ты помог ей на вилле древнего пруда. По дороге мужчина решил немного расспросить мальчика. Когда ее собиралась убить жена Гутиня, в этот момент появился я, там было много крови, но ничего особенного, равнодушно ответил Нин Ци. Сердце Нань Гун Хаотиня бешено заколотилось, ведь он совершенно не понимал, что там произошло. Однако мальчик перед ним вызывал у него неоднозначные чувства. Мужчина не стал больше задавать вопросов, решив поверить словам двоюродной сестры. Вскоре после этого они пришли в храм, в котором находились ряды табличек предков семьи Нань Гун. По приблизительным подсчетам их было около сотни. Наша ветвь одна из древнейших в семье Нань Гун. Давным-давно ее основал сильный практик, в то время империя небесного знамени еще даже не существовала. Жаль, что основное наследие не дошло до моих рук. За исключением техники, которую мы держим здесь, больше ничего не осталось. С разочарованием проговорил Нань Гун Хаотянь. Нин Ци посмотрел вперед, он почувствовал сильную ауру, что находилось позади табличек. Глава 4364. Случайная встреча. Взгляд Нин Ци сосредоточился на центральной табличке. Под ней находилась небольшая святыня из белого нефрита. Вероятно, она передавалась из поколения в поколение много лет, потому что выглядела довольно ветхой и потресканной. Но даже несмотря на это, от нее исходила огромная аура духовной энергии. Унсу в среве системное сообщение «Духовная сила 5000». С учетом тех очков, что он собрал ранее, и полученных им только что, на панели характеристик рядом с названием «Сферы золотого ядра» загорелся плюс. Не зря я сюда пришел. Обрадовался Нин Ци. Предки, спаситель моей дочери хочет увидеть оставленное вами наследие. Младший просит вас не гневаться. Нань Гун Хаотянь поклонился в сторону табличек. Затем он вынул нефритовую дощечку из святыни и передал ее мальчику. Младший брат, вот бессмертная техника нашей семьи Нань Гун. Нин Ци покачал головой, удивляясь тому, что семья Нань Гун считала лишь технику ценной, хотя сама по себе святыня тоже была редким артефактом. Жаль, что после того, как он забрал из нее духовную энергию, она стала просто куском нефрита. Взяв дощечку, он прочитал содержимое на ней, а после вернул ее мужчине. Спасибо, я закончил читать. Точно, Хаотянь был удивлен. Да, все нормально, ответил мальчик и пошел к выходу. Техника оказалась довольно обычной, вероятно, на ранг ниже, чем лунная блань. Нань Гун Хаотянь быстро положил нефритовую табличку обратно в святыню и побежал за ним. В это время Нань Гун Му рассматривала Ци Нинь задумчивым взглядом. Ци Нинь, дело об убийстве внука Гутиня закрыто. Шесть божеств больше не будут тебя преследовать. Однако за семьей Гу стоит секта Великих Облаков, если они узнают о случившемся, твоей секте будет непросто. Тетя, неужели мы никак не можем им помочь? Нань Гун Линь была обеспокоена. Она не была знакома с девушкой, но понимала, что дело касалось Нинцы, поэтому сильно волновалась. Я знаю, о чем ты думаешь, но в это дело даже шесть божеств не станут вмешиваться. По сравнению с сектой Великих Облаков, мы слишком слабы. Разве что, если поможет принц. Принц Ци Нинь поняла, о ком шла речь, я слышала, что он очень талантлив, но разве он что-то может решить? Принц когда-то был в секте Черного Нефрита. Хотя он не имеет с ней крепких связей, но ради него старейшины могут что-то сделать, ответила женщина. Секта Черного Нефрита. Девушка призадумалась над личностью Нинцы. Он был вовлечен в это дело, однако он в одиночку разрушил семьюгу. Возможно, у него есть сила выстоять против давления секты Великих Облаков? Подумав об этом, Ци Нинь вздохнула с облегчением. Неужели он правда ученик секты Черного Нефрита? Наньгун услышала слухи о происхождении мальчика, а когда заметила отрешенное лицо девушки, то снова задумалась об этом. В этот момент вернулись Нинцы и Наньгун. Хотя не патриарх Наньгун, у меня есть дела, так что я пойду. Мальчик решил сразу же попрощаться. Может останетесь? Спросила Наньгун Линь. Верно, младший брат, почему бы тебе не остаться у нас на пару дней? Спросил Хаотянь. Однако он сразу же увидел подмигивание Наньгун Му и вдруг вспомнил о деле семьи Гу, что заставило его опустить голову и сделать вид, что он ничего не предлагал. Не стоит. Отказался Нинцы и вместе с Цининь покинул дом за городом. Дела в уезде с Ишуи решены, я отправляюсь в путь. Мы с тобой расстанемся здесь. Если судьба будет благоволить, то, может быть, мы еще встретимся. Мальчик попрощался с девушкой, развернулся и направился в сторону города Цзиньлин. Цининь на мгновение опешила и тут же погналась за ним. Зачем ты идешь за мной? Твоя проблема с сектой шести божеств решена. Я надеюсь, что ты сможешь обучить меня бессмертному пути, прошептала неуверенным тоном девушка. Обучить тебя? Ты не мой ученик. Но Цининь растерялась, не зная, что и ответить, как вдруг выпалила, я твоя служанка. Не ври хотя бы себе, махнул рукой Нинцы и продолжил путь. Будь они в великом призрачном мире, то он бы помог ей, но в мире живых действовали другие законы. Он сам оказался в неком тупике из-за здешней культивации, его путь полностью был зависим от очков духовной силы и это его беспокоило. Несколько дней спустя уровень практики Нинцы улучшился. Он достиг средней стадии золотого ядра, после чего мальчик продолжил свой путь к городу, откуда ощущалось большое скопление духовной силы. Вероятно, вот-вот начнется соревнование по оценке мечей. Циньлин находился на севере у границы Империи Небесного Знамени, он считался городом четвертого ранга с мастером зарождения души во главе, а практик такого уровня был намного сильнее целой империи. Такие города были особенными и считались высшими. Даже секты Великих Облаков и Черного Нефрита, а также им подобные могли быть только наравне с ними. Эй, смотрите, такой молодой, но уже так быстро летает. Да и аура вокруг него довольно странная. Группа практиков заметила Нинцы и направилась к нему. Аура лидера группы была на начальной стадии золотого ядра, а позади него были молодые мастера закалки источника. Младший брат, подожди, лидер группы, старик, окликнул Нинцы. Вам что-то нужно? Спросил мальчик. Мастера позади старика осматривали Нинцы с удивлением и недоумением. Для них было редкость увидеть такого молодого практика, который мог так ловко летать по небу. Им почему-то казалось, что возраст паренька перед ними был намного выше и его внешний вид был обманчив. Ничего особенного. Я просто заметил, что у тебя довольно необычный талант, и хочу познакомиться. Я старейшина Мин из секты Великих Облаков, позволю знать, куда ты направляешься. Спросил старик. Старейшина Мин? Разве это не мастер Гутиня? Как и ожидалось, он получил новость о случившемся в уезде с Ишуй, поэтому мчался туда. Нинцы о чем-то подумал и ответил. Я просто странствующий мастер. Ученики позади старейшины сразу же заулыбались, посчитав, что мальчик действительно был обычным странником. Редко когда обычные странствующие мастера имеют подобный уровень практики, как у тебя, улыбнулся старейшина Мин, а затем резко взмахнул рукавом, что-то распылив. Два бронированных зомби мгновенно потеряли свою невидимую маскировку и предстали перед всеми. Глава 4365. Господин, я правда не собирался становиться вашим врагом, зомби. Старейшина Мин был потрясен и разгневан, а затем посмотрел на Нинцы, ты практик, но видимо идешь по неправильному пути, откуда ты взял этих мертвецов. Техника их создания вредит нашему миру и морали. Смотря на их ауру, что-то мне подсказывает, что ты подпитывал их человеческой кровью. Мастера позади старика настороженно уставились на мальчика. У тебя зоркое зрение, раз ты увидел их через иллюзию. На лице Нинцы появилась расслабленная улыбка. Старейшина Мин говорил так уверенно и праведно, что могло показаться, словно он само воплощение святости, но он-то знал, что делала семья Гу и как она была с ним связана. Сколько жизней он загубил. Бессмертным глазом мальчик легко смог разглядеть огромное количество несчастных душ, застрявших в руке старика. Это же бронзовые зомби. Действительно, причем их двое. Разве в книгах не говорится, что один такой равен предку Золотого Ядра? Боюсь, мы наткнулись на проблему. Группа учеников начала нервничать. Они понимали, что представляет собой мастер Золотого Ядра. Даже в их секте таких было всего пять. Не считая мастера зарождения души, в их регионе эксперт Золотого Ядра считался сильнейшим. Младший брат, а это правда два бронзовых зомби? Мне просто кажется, что они чем-то похожи. Старик вдруг понял, что разворошил осиной гнездо. Похоже или нет, разве ты не узнаешь это после боя? Усмехнулся Нинцы и тут же отдал приказ зомби, которые вмиг оказались рядом со старейшиной. Старший Мин мгновенно пришел в ярость. Одна только скорость двух ходячих мертвецов говорила ему о том, что они действительно те, о ком он и его ученики подумали. Но как они могли напороться на такого монстра? Может быть, он пришел откуда-то из другого места? Старейшина Мин сердито закричал. Его правая рука потемнела и задрожала, и он со всей силой ударил по зомби перед собой, а затем развернулся и нанес удар по второму. После чего он отошел ближе к своим ученикам, однако не расслаблялся. Он понимал, что мальчик, которому на вид лет пять, также был сильным мастером золотого ядра. Старик отдавал себе отчет, что разозлил того, кого не следовало, и почувствовал раскаяние. Господин, я не намерен становиться вашим врагом. Давайте разойдемся с миром. Зачем тогда проявил моих зомби? Ты явно был намерен уничтожить их, но поскольку я оказался сильнее, то теперь ты решил отступить. Лучше сосредоточься на сражении, иначе будешь отравлен трупным ядом. Предупредил Нинцы, продолжая с улыбкой наблюдать за суматохой. Атаки двух зомби были яростными и быстрыми. Наступление старейшины Мина смогло лишь задержать их на время, но никакого эффекта не возымело. Мальчик стоял, заложив руки за спину, и не собирался вмешиваться. Ученики старика находились под полным его контролем и могли лишь в панике наблюдать, как их мастер постоянно отступает. Никто из них не думал, что они когда-нибудь окажутся в такой ситуации. И если их старшего одолеют, то они все посмотрели на мальчика, понимая, каким был ответ на их вопрос. Все кончено. Он не должен нас вот так просто взять и убить. За нами стоит секта Великих Облаков. Спустя минут 10 старейшина Мин за время сражения пару раз чуть было не был отравлен. Он старался этого не допустить, так как из-за трупного яда сразу уже будет побежден. Господин, я старейшина секты Великих Облаков. Неужели вы ее не боитесь? Закричал старик. Мне на нее все равно, рассмеялся Нин Ци. Старейшина Мин сильно нахмурился, одновременно с этим пытался придумать выход из сложившейся ситуации. Однако мне кое-что любопытно. Ты направлялся в уезд с Ишуй? Откуда он знает? Старик был в шоке. Уж слишком странным было то, что он вот так случайно встретил мастера Золотого Ядра, у которого в подчинении было два бронзовых зомби. Но что более странно, откуда мальчик знал про то, что он направлялся в уезд с Ишуй? Неужели один из моих врагов решил нанять убийцу? Нет, мало кто знает, что я отправился в Ишуй. Только мои ученики. Лоб старика покрылся хмурыми складками. Господин, как вы узнали, что я направляюсь туда? Спросил старик после того, как избежал удара зомби. Я не только знаю, что ты направляешься туда, но мне также известно, к кому ты идешь. Старейшина Мин застыл от ошеломления и это мгновение позволило одному из зомби полоснуть его своими длинными ядовитыми когтями. Трупный яд начал проникать в его тело, поэтому он немедля развернулся и бросился бежать. Мастер. Группа учеников в ступоре посмотрела на убегающего старика. Куда ты собрался бежать, когда уже отравлен трупным ядом? Нинцы покачал головой и с улыбкой обратился в группе. Не переживайте, ваш мастер скоро вернется. Так оно и было. Через пару минут старейшину Мина приволокли двое зомби. Господин, я правда не собирался становиться вашим врагом, но если вы убьете меня, то секта Великих Облаков это так не оставит. Глава 4366. Собрание по оценке мечей, я знаю, что в твоей секте есть мастер зарождения души, но как он поймет, кто тебя убил? Спросил Нинцы, открыто насмехаясь над старейшиной Мином. Когда старик услышал мальчика, он заставил себя успокоиться. У моей секты везде есть глаза и уши, рано или поздно правда вскроется, но я надеюсь, что до этого не дойдет. Если мы разойдемся с миром, то ничего не случится. Ладно, если ответишь мне на пару вопросов, то я подумаю над тем, чтобы отпустить тебя. Глаза старейшины загорелись надеждой. Он был готов ответить на несколько вопросов, если это спасет его жизнь. А уже после он позаботится о возмездии. Ты тоже практикуешь лунную блань, верно? Лунная блань. Старший Мин не знал, как ответить, ведь как-никак техника была демонической. Ее было запрещено практиковать людям секты Великих Облаков, просто ее сила его соблазнила. Однако увидев улыбающееся лицо Нинцы, старик вдруг кое-что осознал и забеспокоился, что дальше вопросы будут еще сложнее. К счастью, здесь не было мастера его секты или кого-нибудь из старейшин, а только его подчиненные, которые знали правду о нем. Да, это так, подтвердил старик. Тогда сколько жизней ты загубил, практикуя технику? Старейшин Амин уже догадывался, что парень перед ним мог убить его, опираясь на то, что он искореняет приспешников зла. Подумав об этом, старик сказал. Господин, вы не так поняли. Я знал, что ты начнешь отпираться. Забудь, я уже знаю настоящий ответ, за что я отправлю тебя в преисподнюю. Подожди, я скажу. Нет. Старик закричал от ужаса, но он не смог остановить атаку бронзовых зомби. Группа учеников с изумлением смотрела на то, как их мастер превращается из живого практика золотого ядра в холодный труп. Их охватил страх и, кроме него, больше они не могли ничего чувствовать. Унсу в сревесистемное сообщение «Духовная сила плюс 50 000». Нинцы посмотрел на панель характеристик, увидев там 50 000 очков. Это можно было объяснить лишь тем, что он получил их за убийство мастера золотого ядра. Если это так, то он сможет быстрее достичь прогресса в практике. Разобравшись с проблемой, мальчик напоследок взглянул на группу практиков и направился в город Зенелин. Как только группа подумала, что их оставит в живых, двое бронзовых зомби набросились на них. Город Зенелин – один из крупнейших городов региона Гор и Рек. Когда Нинцы прибыл сюда, то сразу же почувствовал, насколько много духовной энергии тут собралось. Если он сможет поглотить здесь все, то, вероятно, без проблем достигнет пикосферы золотого ядра. Поскольку иллюзия невидимости бронированных зомби была развеяна старшим мином, мальчик не стал заводить их в город. В отличие от других мест, город Зенелин тщательно охранялся. Будь то практик или обычный человек, все входящие должны получить разрешение. А если человек не местный, то ему придется покинуть город к ночи. Однако практикам было чуть проще, они могли остаться, заплатив красным золотом. Ты практик? Каков твой уровень? – спросил охранник, который выдавал Нинцы временный пропуск. Третий ранг закалки источника, – ответил мальчик. Охранник был всего лишь на десятом ранге закалки. С подобной практики он просто не мог увидеть истинную силу Нинцы. Кроме того, ему было всего пять лет, поэтому стража даже не стала его тщательно проверять. Третий ранг в таком возрасте довольно неплохо. Надеюсь, ты знаешь правила города? Если хочешь остаться на ночь, заплати красным золотом. В противном случае к ночи покинь город, – предупредил охранник. После оформления пропуска Нинцы пропустили внутрь. Оказавшись на улице Зинлина, его взгляд привлек поток людей, среди которых было очень много практиков. Правда, подавляющее большинство находилось в сфере закалки источника. Глаза Нинцы забегали по сторонам и вскоре он решил войти в павильон, где ощущалась плотная духовная энергия. Аура внутри этого здания была необыкновенной. Он чувствовал, что там находилось довольно много мастеров зарождения основ и даже присутствовал мастер золотого ядра. Тут проводится собрание по оценке мечей, детям здесь не место. Охранник у двери осмотрел мальчика и начал его прогонять. «Но я пришел поучаствовать», – возразил Нинцы. «Ты смеешься? Ты хоть знаешь, что каждый участник должен заплатить 10 тысяч монет красного золота? У тебя деньги-то есть?» Охранник разговаривал с мальчиком очень холодным тоном. «Конечно есть. Он получил 3 миллиона красного золота от семьи ГУ, так что для него какие-то 10 тысяч монет были каплей в море». Заплатив охраннику, тот с растерянным выражением лица позволил ему пройти. «Молодой господин, вы впервые участвуете в собрании оценки мечей, верно? Почему бы мне не объяснить вам правила?» Когда слуга увидел вошедшего мальчика, он сразу уже подошел к нему. «Что за правила? Ну давай, рассказывай». Нинцы не отказался его послушать. «Молодой господин, самое главное, что вы должны знать, быть полностью уверенным, что ваш духовный меч подлинный. Само соревнование начнется через 3 дня, а пока участники могут остаться здесь. Оценка мечей будет проходить в особняке лорда города, где и определится победитель. Довольно просто. Слуга покачал головой. «Это так на первый взгляд кажется, но на самом деле конкуренция очень большая. Многие прибегают к разным методам, чтобы убрать своих соперников. Мне уже доводилось видеть само соревнование и я знаю, как и что обычно делают мастера. Если вы готовы платить мне по 10 монет красного золота в день, то я буду сопровождать вас и помогать». Глава 4 367. «Металлолом, мне это не нужно», – махнул рукой Нинцы. «Он был здесь только для того, чтобы собрать духовную силу. Ему было плевать на соревнования, ведь у него даже меча не было». Услышав ответ, слуге пришлось с разочарованием уйти. Проживая в павильоне, мальчик начал замечать, как пребывало все больше и больше новых практиков. Спустя 3 дня всех участников отвели в особняк городского лорда. Лордом города являлся предок зарождения души. Соревнование оценки мечей проходило под его надзором. Нинцы выглядел на фоне других слишком молодым, поэтому никто вокруг не воспринимал его всерьез. Как только он вошел в особняк городского лорда, то почувствовал в стороне тяжелую ауру. Она была намного выше той, что владел он сам. Это определенно был не мастер золотого ядра. Взглянув вверх, мальчик увидел на высокой платформе старика, державшего руки за спиной. За ним стояло несколько мастеров золотого ядра, но он убедился, что тяжелая аура исходила именно от этого пожилого мужчины. Приветствуем лорда города Цзиньлин. Все поспешно поприветствовали старика. Нинцы не был исключением. Лорд осмотрел всех и слабо кивнул. Спасибо, что пришли принять участие в соревновании. Это вам спасибо за возможность, вежливо ответила толпа. Нинцы подметил, что исходя из правил нахождения в городе и платы за участие в соревновании, каждый присутствующий здесь мастер потратил много монет красного золота. Для него, конечно, валюта практиков была бесполезна, но не для остальных. Цзиньлин полагался на такой простой способ заработка, так что неудивительно, что лорд города был столь вежлив с приезжими. Через некоторое время все достали свои мечи. Первый раунд заключался в оценке внешнего вида. Хэм, неплохой. Крепкая аура и материал отличный. Старик, проводивший оценку, закивал владельцу меча, после чего отдал клинок хозяину. Когда подошла очередь Нинцы, старик был явно ошеломлен увидеть тут маленького мальчика, а затем обратился к нему. Младший брат, где твой меч? Оказавшись в такой ситуации, Нинцы достал обычный клинок. Увидев его, все тут же расхохотались. Что это за меч? Он же обычный. Как сюда попал этот пацан? Разве для входа не нужно заплатить 10 тысяч? Толпа начала перешептываться. Городской лорд слегка нахмурился, а когда к нему подошел мужчина средних лет, он прошептал несколько слов. Он действительно заплатил 10 тысяч красного золота? Лорд, это так. Вероятно, мальчик убежал из семьи, нам узнать его происхождение? Хм, может, он ребенок одного из моих старых друзей. Раз он заплатил деньги, не беспокойся о нем. Все равно пройти на соревнование каким-то другим путем невозможно. Старик услышал ответ лорда города и сразу же спросил Нинцы. Младший брат, разве твой меч является духовным артефактом? Если нет, то ты не можешь использовать его для участия в соревновании. Старший, это правда духовный артефакт, но только с другими мечами он может проявить свою необычность, ответил мальчик. А о, в этот момент кто-то рассмеялся. Может, только ты один считаешь этот обычный меч особенным? Разве не станет ясно, каков он во время оценки? Подметил Нинцы. Интересно, раньше такого не было, да и я не думаю, что этот меч какой-то особенный. Зря ты, младший брат, деньги потратил. Покачал головой старик, продолжая осматривать меч. Это мы еще увидим, улыбнулся мальчик, чей это ребенок. Он ведет себя так спокойно и собрано, что довольно необычно в его возрасте. Лорд города присмотрелся к Нинцы, заметив его необычность. Старик, осматривающий мечи, немного подумал и объявил результат. Будем считать, что ты прошел. Когда начнется основной этап, я надеюсь увидеть особенность этого меча. Осмотр мечей был лишь своего рода торжественным открытием соревнования. Никого не будут выгонять, даже если он действительно придет с обычным мечом смертных. На соревновании даже не рассматривался ранг артефактов. Самое главное, на что делался упор, это особенность меча. Если в клинке есть что-то необычное, то такой меч получит высокую оценку и даже подарит владельцу первое место. После осмотра внешнего вида клинков все направились на задний двор к открытому пространству, где каждый практик снова достал свой меч и начал подходить к центру небольшого круга, в середине которого было отверстие. Участники по очереди заходили в круг и острием помещали мечи в отверстие, после чего отходили и наблюдали за реакцией клинков, которые могли загудеть или завибрировать. Если меч был необыкновенным, то шум от него был очень сильным, что вызывало множество оваций у присутствующих. Вскоре все обратили взгляды на Нинцы. Мальчик, ты последний остался, кто-то сказал из толпы. Нинцы кивнул и направился к кругу. Ха, его меч настолько обычный, что им даже нельзя управлять с помощью духовной энергии, и что в нем может быть необычного. Действительно, вот как так можно? На столь серьезном мероприятии решил подурачиться. Люди перешептывались, выражая свое недовольство. Лорд Города также смотрел на Нинцы с улыбкой, который в этот момент на его глазах воткнул меч в землю. Когда этот клинок окажется в земле, все остальные превратятся в металлолом. Подумал про себя мальчик. В следующий момент. Из всех мечей вокруг начала вытягиваться энергия, переходя к Нинцы. Количество духовных мечей здесь было очень большим, поэтому значение духовной силы у него почти мгновенно достигло 200 тысяч. Внешний вид мечей вокруг начал быстро изменяться. Они переставали источать духовный блеск и начинали темнеть, покрываясь ржавчиной. Такая резкая перемена вызвала у всех удивление. Даже Лорд Города резко встал, так как никогда не видел подобной картины. Сотни артефактов превратились в мусор в тот момент, когда обычный клинок вонзили в землю. Что это значит? Желая узнать правду, Лорд Города спросил у Нинцы, что происходит. Старший – это особенность моего обычного меча. Некоторые практики стали лихорадочно использовать духовную энергию, чтобы взять под контроль свои летающие мечи, но те их совершенно не слушались, как будто они умерли. Глава 4 368 Потомок великого мастера, мой меч остался без духовной энергии, он стал обычным. Мальчишка, что ты сделал? Верни все как было. Да, верни мой артефакт. Если бы здесь не было Лорда Города, то многие бы точно набросились на мальчика. Тихо выкрикнул Лорд Города, а затем на глазах у всех подошел к железному мечу Нинцы и лично осмотрел его. Через пару мгновений на его лице появился след сомнения. Как он, мастер начальной стадии зарождения души, не мог увидеть истинную сущность этого меча. Старик, ранее осматривающий клинок, тоже подошел и странным взглядом уставился на меч. В нем нет ничего особенного, так как же он сделал все здешние артефакты такими. Младший брат, как, говоришь, тебя зовут? Спросил Лорд Города. Нинцы, второе имя Байсюань, фамилия Нин. В регионе Гор и Рек нет никого известного с такой фамилией. Может, он пришел из другого региона, но в таком возрасте, как он мог преодолеть столь длинный путь. Городской Лорд призадумался. Лорд Города, объясните, что произошло? Мой меч стоил целое состояние, а теперь он просто обычный кусок железа. Верно. Господа, мне нужно время, чтобы выяснить, точно ли это случилось из-за этого меча. Младший брат, надеюсь, ты не возражаешь, что он побудет пока у меня, сказал Лорд Города. Раз уж такое дело, то, конечно, у меня нет возражений, спокойно ответил Нинцы. Народ про себя еще раз подметил, что поведение мальчика не соответствует его возрасту. Это вызвало сильное волнение в сердцах людей, а также подтолкнуло многих на мысль, что у него было высокое происхождение. Городской Лорд пообещал участникам соревнования предоставить объяснение в течение месяца, только после люди смогли разойтись. Когда Нинцы тоже собирался покинуть особняк, Лорд Города обратился к нему. Бэйсюань, ты ведь не местный и тебе приходится платить за проживание в городе, верно? Почему бы тебе не остаться у меня? Не стоит. Мальчик отказался. Он не собирался здесь оставаться, поскольку знал, что меч был обычным. Лорд Города не стал настаивать, он даже и не думал, что произошедшее как-то связано с самим Нинцы, однако, провожая паренька взглядом, все же приказал своим людям. Эй, ребята, проследите за ним. Есть. Покинув особняк городского Лорда, Нинцы нашел гостиницу, где временно остановился. Как он и предполагал, его начали преследовать, но это были всего лишь практики зарождения основ, поэтому для него уйти от них было очень легко. Несколько дней спустя, увидев, что Нинцы проводил все время в гостинице, мастера прекратили за ним слежку, и он смог легко покинуть город Цзиньлин. За тысячу миллиот города мальчик нашел укромное место, где решил совершить прорыв. Так как количество духовной силы у него было большим, ему легко удалось достичь поздней стадии золотого ядра. Оставшейся духовной силы было недостаточно для достижения пикосферы, поэтому он повысил уровень двух бронзовых зомби. Их аура начала непрерывно повышаться и легко достигла средней стадии. В то же время, в секте Великих Облаков, в одном из трех залов, где хранились карты жизни, один из старейшин обнаружил, что карта старейшины Мина сломалась. Практик золотого ядра являлся основой их секты, поэтому смерть такого мастера вызвала сильный переполох. Вскоре в зал вошел мужчина средних лет с группой старейшин. Один из них указал на сломанную карту жизни. Мастер старейшина Мин определенно мертв. Куда он направлялся, кто-то знает, спросил мужчина. Я слышал, что он собирался в Империю Небесного Знамени. У него там был ученик, которого, вроде как, убили. Он планировал разобраться в произошедшем. Империя Небесного Знамени. Мужчина слегка нахмурился и махнул рукой, притянув к себе сломанную карту жизни. Как только карта оказалась в его руке, тут же рассыпалась в порошок. Затем он развеял порошок перед собой и на глазах у всех возникла прозрачная картина. Все сразу же присмотрелись к ней и увидели смерть старейшины Мина. Карта жизни не давала возможности увидеть смерть того, за кем она была закреплена, но так как в ней находилась частичка изначального духа, то практик сферы зарождения души мог посредством своей силы увидеть последние секунды жизни человека. Это бронзовый зомби. Неужели еще кто-то остался в живых из секты холодного трупа? Похоже, что этот мальчик ими управляет. Возможно, он ее наследник. Наблюдая за картиной смерти старейшины Мина, присутствующие начали высказывать свои мысли. В регионе Гори-рек существовала секта, которая управляла особенными зомби, это была секта холодного трупа. Однако управлять их мертвецами было очень трудно, особенно бронзовыми зомби, которые едва удерживались под контролем практиков золотого ядра. Но из того, что они увидели, мальчик спокойно ими управлял, а значит, он точно был прямым наследником секты холодного трупа. Вспомнив о том, что было, когда многие силы решили уничтожить эту секту, лица мастеров слегка побледнели. Мастер зарождения души, который тогда внезапно появился в секте холодного трупа и сбежал, должно быть, достиг более высокого уровня, возможно, даже легендарной сферы возрождения бога. Найдите этого парнишку. Если он действительно из секты холодного трупа, то я хотел бы подружиться с потомком великого практика, сказал мастер секты. Будет исполнено. Вскоре в секте великих облаков был издан указ, который распространялся на всех, включая вассальные силы. За короткий промежуток времени по всему региону горы и рек появились портреты нинцы, на которых было написано, что любой, кто найдет разыскиваемого или предоставит о нем информацию, в награду получит технику секты великих облаков. Глава 4 369. Старый друзья нинцы стоял в небе. Духовная энергия переполняла его глаза, пока он использовал бессмертный глаз и разглядывал округу. С помощью этой незамысловатой техники он мог определить, где находилось большое скопление духовной силы, которую можно было поглотить. После собрания оценки мечей количество духовной энергии в городе Цзиньлин резко упало до нормального уровня. Более того, там находился мастер зарождения души. Вернуться туда он не мог, поэтому лучше всего было отправиться в другое место. Помимо города Цзиньлин, есть еще три места, где духовная сила невероятно огромна. Скорее всего, это какие-то секты. Во всех тех местах были мастера зарождения души. Мальчик планировал дождаться своего прорыва в эту сферу, лишь затем отправиться туда и насильно забрать духовную силу, а пока лучше пойти в безопасное место. Вскоре он выбрал направление и помчался туда. Получается, это и есть местный рынок практиков. Добравшись до места назначения, Нинцы спустился на землю и медленно вошел на рынок. Теперь понятно, почему здешняя аура, хоть и уступала городу Цзиньлину, но все же находилась на довольно высоком уровне. Однако у большинства предметов на прилавках было низкое количество духовной силы. Нинцы приходилось обходить каждый из них, чтобы собрать хотя бы тысячу очков. Вскоре после того, как мальчик вошел на рынок, он заметил, что кто-то за ним наблюдает. Когда же он посмотрел на того, кто пялился на него, то встретился с ним взглядом, но глаза незнакомца отражали наигранное безразличие. Поведение человека вызвало у Нинцы недоумение и повысило его бдительность. Вы, вонючие попрошайки, уйдите с дороги. Не приносите мне больше такой мусор, чтобы я не тратил на него свое время. Неподалеку практик закалки источника, стоявший перед лавкой, пнул две небольшие фигуры, после чего поднял грубую деревянную статуэтку и бросил ее в них. Двое маленьких попрошайк были грязными, и из-за растрепанных волос было тяжело увидеть их лица. Практик не стал забивать их до смерти, но заставил от испугу затаиться на земле. Нинцы медленно подошел к ним двоим, присел на корточке и поднял вырезанную из дерева статуэтку, Однако, в тот же момент он был ошеломлен. Всплеск духовной силы резко влился в его тело, он был настолько большим, что у него чуть было не отпала челюсть. Унцу в Среве системное сообщение «Духовная сила плюс 1 000 000 целый миллион». Недавно он поглотил духовную силу множества артефактов и получил всего 200 тысяч очков. А это обычная с виду статуэтка из дерева, которая выглядела бесполезной, на самом деле имела миллион очков. Теперь, не говоря уже о пике золотого ядра, он, возможно, сможет преодолеть среднюю стадию зарождения души. Молодой мастер, это статуэтка наша. Если она вам нравится, вы можете купить ее у нас за 10 монет красного золота. Голос прозвучал в ушах опешившего мальчика. В этом голосе был след страха и чувства горечи. Нинцы взглянул на двух маленьких нищих, которые смотрели на него с надеждой и предвкушением. По одежде мальчика они предположили, что он из богатой семьи. «Я куплю ее», — кивнул Нинцы, вынул деньги и протянул им. Практик закалки источника, который пнул детей, слегка нахмурился, увидев действие мальчика. «Младший брат — это же обычная статуэтка из дерева, с чего ты решил заплатить за нее 10 монет. Это расточительство. Возможно, для тебя она ничего не стоит, но в моем случае все по-другому, не оборачиваясь», — ответил Нинцы. «В его случае она действительно стоит не просто 10 монет, а целый миллион. Что за расточительство?» Проворчал практик и, игнорируя их, пошел дальше. «Спасибо, молодой мастер». Маленький нищий, получив деньги от мальчика, поспешно поблагодарил его. Когда же пара собиралась уже уйти, он спросил их, «Как вас зовут?» «Молодой мастер, меня зовут Дагаутзы». Глаза нищего замерли, будто он побоялся, что Нинцы передумает и заберет деньги. «Тебя зовут Дагаутзы». Мальчик вытаращил глаза на нищего, затем резко махнул рукой, очищая бродягу от грязи духовной силой, и перед ним появилось знакомое лицо. Дагаутзы был напуган действиями Нинцы. «Молодой мастер, вы передумали покупать?» «Нет, все нормально», — ответил мальчик, после чего посмотрел на вторую грязную фигуру с довольно непривычной яркой улыбкой. «Это твоя сестра. Как ее зовут?» Дагаутзы не понимал, как Нинцы удалось определить, что это его сестра, ведь он старался специально маскировать ее от греха подальше, поэтому это вызвало у него опасения. «Молодой мастер, у нас есть еще дела, мы пойдем». Сказав это, мальчик взял за руку маленькую фигуру и собрался уйти. Нинцы постоял немного на месте и спустя пару мгновений произнес «Сяюэ». Маленькие нищие резко остановились и Дагаутзы с оттенком паники посмотрел на мальчика. «Ты откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь мое имя?» — спросила девочка, посмотрев на Нинцы с сомнением. Мальчик медленно подошел к ней, а после с помощью духовной энергии очистил ее от грязи. Если Дагаутзы в этой жизни выглядел моложе и его было тяжело узнать, то Сяюэ не сильно отличалась от той, какой он ее впервые встретил в Циньтан. «Может быть, мы знали друг друга в прошлой жизни?» — ответил Нинцы. Проведя пять лет в этом мире, он наконец-то нашел двух своих друзей. Возможно, их связывает какая-то карма или судьба, раз они внешне почти не отличались от того, какими были в призрачном мире. Это придало ему уверенности, что он сможет найти своих людей. «Господин, мы не понимаем, о чем вы говорите?» — пробормотал Дагаутзы. «Все в порядке, вы же бездомные, верно?» «Я ищу себе двух слуг, если вам интересно, то я готов взять вас с собой», — предложил Нинцы. Мальчик опешил, этот незнакомец хочет сделать их своими слугами, они ведь нищие беженцы. Пока он пребывал в шоке, несколько практиков вокруг медленно окружили их троих. Глава 4370 Между нами еще остались какие-то недопонимания, Дагаутзы и Сяюэ не заметили странного поведения людей поблизости. В данный момент они были поражены предложением Нинцы. Почему он его сделал? Неужели только потому, что они одинакового возраста? Но зачем такому хорошо одетому молодому мастеру двое нищих в слугах? Вот только он знает имя моей сестры. Бдительность на сердце Дагаутзы лишь повысилась, он покачал головой и отказался. «Мастер, мы простые нищие и не умеем служить другим, спасибо вам за предложение, но нет». По сравнению с призрачным миром, здешний Гаутзы ведет себя гораздо осторожнее. Улыбка на лице Нинцы медленно рассеялась. «Может быть, это потому, что они жили хуже, чем тогда в Циньтан, поэтому темперамент у мальчика изменился». Развернувшись и сделав шаг, Дагаутзы вдруг врезался в кого-то, а когда посмотрел, кто это был, то понял, что их окружила группа людей. «Черт, не пачкай мне одежду!» Практик, которого коснулся мальчик, начал спешно отряхивать свою одежду, а затем замахнулся рукой на двух нищих. Дагаутзы спешно обхватил свою сестру, чтобы защитить ее. Но в итоге удара не последовало, вместо этого его что-то легко оттолкнуло на землю. Что случилось? Раскрыв глаза, мальчик огляделся. Почему их окружили эти люди? Возможно, он посмотрел на Нинцы. Вероятно, это не к ним подошли эти люди, а к нему других объяснений у него не было. Эти двое примерно одного с ним возраста. Может, они из одной группы? Если всех их отнести в секту Великих Облаков, то, скорее всего, нам дадут повышенную награду, сказал громким голосом подходивший мужчина. Все ближайшие практики расступились, уступая ему дорогу. Этот человек был владельцем рынка Ходзянь, а также практиком сферы Золотого Ядра. Мастер Фан, он внешне похож на мальчишку с портрета. Похоже, это его ищет секта Великих Облаков, сказал стоявший рядом с главой рынка практик пика зарождения основ, доставший небольшую листовку, на которой был изображен портрет. Секта Великих Облаков? Глаза Нинцы сощурились. Они так быстро узнали, кто был убийцей старейшины Мина. Видимо, у их секты есть карты жизни или что-то подобное. Мальчишка, ты что-то украл у секты Великих Облаков или сделал что-то дурное, раз они хотят найти тебя? Спросил мастер Фан, разглядывая мальчика ехидным взглядом. Мужчина подозревал, что у него были какие-то сокровища, иначе секта Великих Облаков не стала бы прикладывать столько усилий ради одного ребенка. Однако забрать сокровища они не могли, потому что вокруг было много свидетелей, но зато в обмен на мальчика они смогут получить награду от секты. Секта Великих Облаков ищет меня, но не сообщила почему, спросил Нинцы. Эй, паршивец, ты как разговариваешь с главой рынка? Рявкнул мастер пика зарождения основ. Нинцы бросил на него равнодушный взгляд и проигнорировал. Секта Великих Облаков не станет говорить нам причину, да и меня это мало волнует. Скорее всего, ты просто что-то украл. Предлагаю вам вести себя послушно и проследовать за нами, тогда не пострадайте, улыбнулся мастер Фан. Вам следует знать, что я убил их практика золотого ядра. Даже если бы они лично захотели схватить меня, то сил на это хватило бы только у их мастера, потому что я тоже мастер золотого ядра. Заявил мальчик. Убил практика золотого ядра. Мастер золотого ядра. Толпа была поражена услышанным. Ха-ха, мастер Пика за рождение основ рассмеялся, что за глупости ты говоришь. Ты, да мастер золотого ядра. Думаешь, что если узнал пару слов, то можно ими разбрасываться. Ты же просто нищий, бродивший тут с этой парочкой. Да гаутзы и сиа юэ, услышав слова мужчины, прижались друг к другу и старались вести себя как можно тише, чтобы на них не обращали внимания. Нищий. А ты знаешь, что даже среди них есть люди, которые переродились и раньше были довольно сильными? Спросил нинцы. Переродились? Ха-ха, даже если так, что толку от переродившегося? Господин фан, позвольте мне схватить его и отвезти в секту великих облаков, попросил мастер Пика за рождение основ. Давай, кивнул глава рынка, после чего мужчина сразу же направился к мальчику. Однако когда он сделал пару шагов, а у раненцы начало резко расти, и всего за пару мгновений превзошла мощь мастера рынка. Практик Пика за рождение основ замер на месте, на его лбу выступил холодный пот. Он и подумать не мог, что ранее сказанные мальчиком слова окажутся правдой. Он, как и другие, уже понял, что перед ним находился мастер золотого ядра поздней стадии, который в несколько раз превосходил главу фан. Перед ними был самый настоящий старый монстр в облике ребенка. До этого момента на лице владельца рынка Хацзянь была слабая улыбка, но после того, как аура мальчика вырвалась наружу, оно начало бледнеть. В конце концов, он в растерянности протер глаза, потому что не верил увиденному. Секта великих облаков послала нас на смерть. Закричал про себя мужчина, осознав, против кого они вышли. Неудивительно, что они предлагали такую высокую награду. Ну, вы уже передумали ловить меня? Подходите, сказал Нинцы группе культиваторов. Мастер Пика за рождение основ не мог пошевелиться, его ноги будто прибило к земле. Ладно, тогда я сам разберусь с этим недоразумением. Мальчик махнул рукой в сторону группы. В следующий момент ужасающая сила пронеслась по мастерам, превращая их в пыль. После Нинцы посмотрел на главу фан, единственного выжившего. Ну так что, между нами еще остались какие-то недопонимания? Глава 4371. Провокация обильно потея. Мастер фан спешно поклонился. Старший, между мной и вами никогда не было недопониманий. Простите, если как-то оскорбил вас. Искреннее и напуганное поведение мужчины вызвало шок в сердцах окружающих людей. Они поняли, что этот мальчик был на совершенно ином уровне. За свои действия все равно придется платить, улыбнулся Нинцы. В следующий момент, прежде чем мужчина успел среагировать, чужая духовная энергия задушила его. За убийство главы рынка мальчик получил неплохую прибавку к духовной силе. Однако намного меньше, чем то количество, что было за старейшину Мина. Вот это сила. Да Гаутзы был потрясен мощью Нинцы и в то же время позавидовал ему. Он хотел быть таким же, чтобы никто больше не угрожал ему и его сестре. Однако он вдруг вспомнил, что этот мальчик хотел сделать их своими слугами. Возможно, может, у нас хорошая предрасположенность к культивации? Да, видимо, так. Эта мысль взбудоражила поникшее сердце Гаутзы. Зная о силе Нинцы, он больше не беспокоился о том, что мальчик хотел их убить. Зачем такому мастеру марать руки о них, простых нищих? Все люди рынка, слушайте внимательно. Оставляйте свои пространственные кольца и проваливайте, даю вам 10 секунд. Тот, кто не успеет, будет безжалостно убит. Объявил Нинцы, усилив свой голос духовной энергией. Практики со всех частей рынка оказались в шоке. Многие побросали свои кольца и бросились бежать, но некоторые не собирались этого делать, считая, что это обман или какая-то провокация. Большей частью этих людей были подчиненные мастера Фана. Они считали, что в этом месте им ничего не может угрожать. Да Гаутзы, Сяюэ, следуйте за мной, сказал мальчик. Пара быстро пошла за ним, стараясь держаться как можно ближе. Вскоре Нинцы обошел весь рынок. Ему удалось собрать еще около 150 тысяч очков духовной силы. Все, кто его ослушался, были убиты. Однако их было немного. Спустя время группа мальчика ушла. На следующий день некоторые практики решились вернуться на рынок, где в итоге увидели невообразимую картину. Ничего из того, что они оставили, не забрали, но в духовных артефактах больше не было энергии. Все подобные предметы стали обычными. Зачем было делать нечто такое? Кто тот человек? Я никогда не слышал о нем в нашем регионе. Возможно, он пришел издалека. Всем оставаться на своих местах. Секта Великих Облаков уже получила новость о произошедшем и скоро от нее должен прибыть мастер сферы Золотого Ядра. Если кто-то ослушается, пеняйте на себя. Предупредил практик, который явно имел связи с сектой Великих Облаков. Люди, что собирались поживиться оставшимися вещами, резко вздрогнули и передумали что-либо делать. Первым на рынок прибыл лорд Зинлина, так как город находился ближе, чем секта Великих Облаков. Аура зарождения души старика ошеломила практиков, заставив их затаить дыхание и молча ожидать того, что будет дальше. Лорд Зинлина медленно побрел по рынку. Куда бы он ни посмотрел, всюду были артефакты, которые потеряли свою духовную энергию. Эта картина была точь-в-точь схожа с той, что произошла на соревновании оценки мечей. В сочетании с указом секты Великих Облаков, он сделал вывод, что это вовсе не меч был особенным, а именно мальчик лет пяти, практика которого явно была очень хорошо от него скрыта. Но зачем ему это? Каков эффект от поглощения духовной энергии из артефактов? И как он скрыл от него свою силу? Пока старик размышлял об этом, на рынке появилась мощная аура золотого ядра. Почуяв ее, он развернулся и увидел перед собой практика. Лорд Зинлина, рад вас видеть. Старейшина Учун, вы опоздали. Тот, кого вы искали, ушел, а глава рынка и его люди мертвы, сказал старик. Мужчина слегка нахмурился, осмотрел все вокруг и резко сжал кулаки. Случившееся определенно было сделано, чтобы спровоцировать его секту. Учуна не волновала смерть мастера Фана и его людей, но они погибли от рук человека, которого искала его секта. Если они не предоставят людям объяснений, то никто больше не станет их слушаться, опасаясь за свою жизнь. Лорд, вы практик зарождения души, не могли бы вы помочь узнать, куда направился тот человек? Спросил мужчина. Когда я пришел сюда, его уже давно не было. Мир слишком велик, и без особых техник поиска, даже мне трудно будет найти кого-то. Мне вот интересно, почему ваша секта умолчала о том, что он убил старейшину Мина. Если бы вы не скрыли правду, то невинные люди бы не погибли. Это упущение нашей секты, ответил Учун. Люди вокруг про себя стали проклинать секту Великих Облаков, но внешне никак этого не показывали. Упущения? Естественно нет. Для всех было очевидно, что они сделали это специально. Можете честно сказать, кто он такой? Спросил старик. Мы сами до конца не знаем, вам следует спросить об этом нашего главу. Мужчина не стал говорить правду, потому что их мастер хотел связаться с потомком секты Холодного Трупа. Глава 4372. Храм Циньтан. Мне нужно лично спросить вашего главу. Видимо, происхождение того человека довольно необычное. Ну да ладно, к моему городу это никак не относится, так что мне все равно. Старик отмахнулся, после чего взмыл в небо и улетел. Учун слегка нахмурился и рявкнул на людей, что стояли вокруг. Кто-нибудь мне расскажет, что здесь произошло? Один из практиков смело вышел и рассказал об увиденном. Получается, рядом с ним было еще двое нищих детей, примерно того же возраста, что и он. Наверное, они тоже совсем не простые люди. Кто-нибудь знает, кто они? Спросил мужчина. Старший их зовут Дагаут Зэси Аюэ. Они уже давно бродят по рынку. На самом деле они действительно обычные люди. Я часто видел их, когда они пытались продавать здесь всякий хлам. Ответил практик закалки источника, который ранее ругался на брата и сестру. Обычные люди. Думаешь, тому, кто может по своему желанию убить мастера Золотого Ядра, просто так приглянулись те двое нищих. Спросил Учун, бросив на глупца презрительный взгляд, после чего ушел. Ему нужно было доложить мастеру секты о случившемся. Дагаут Зэси Аюэ держались друг за друга, пока стояли на облаке и с изумлением разглядывали округу. Они были очень удивлены и рады, что смогли полетать по небу, как настоящие бессмертные. Как же мне восстановить их память? Задумался Нин Ци. Он переродился, но благодаря системе не потерял память. Вот только Дагаут Зэси Аюэ были другими. Они больше не помнили того времени в призрачном мире. Он также не знал, есть ли способ вернуть память переродившимся каким-то другим методом, помимо достижения высокой сферы практики. Возможно, когда я достигну зарождения души или сферы выше, мне будет легче найти способ восстановить их воспоминания, подумал про себя мальчик и принял решение. Спустя время они приземлились на вершине горы. Вокруг здешнего горного массива был красивый пейзаж с горными источниками, огромным водопадом и чистым воздухом. Духовной энергии тут было не особо много, но именно поэтому здесь не было никаких монстров или практиков. Также на одной из вершин стоял полуразрушенный даосский храм, в котором, видимо, уже давно никто не жил. Дагаут Зэси Аюэ услышали свист в ушах и почти мгновенно появились перед храмом. «Ну как вам это место?» – спросил Нинци. «Мастер, похоже, в этом даосском храме уже давно никто не живет, но он не сильно обветшал. В нем можно защититься от ветра и дождя, что очень даже неплохо», – ответил Гаут Зэ. «Тогда давайте временно останемся здесь. Думаю, нам лучше переименовать этот храм. По-вашему, как лучше его назвать?» «Мастер, мы с сестрой почти ничего не читали. Откуда же нам знать, как назвать храм?» «В таком случае назовем это место Циньтан», – сказал мальчик и взмахнул рукой. В следующий момент огромная духовная аура вмика хватила округу, и через пару мгновений вместо разрушенного здания появился красивый храм с вывеской, на которой было написано «Храм Циньтан». Брат и сестра снова поразились способностями Нинци. Тем временем позади них медленно появились два бронзовых бронированных зомби. Дагаут Зэ почувствовал позади себя холод, обернулся и вздрогнул. «Не бойтесь, они будут стражами нашего храма Циньтан. Они не умеют говорить, но очень сильны», – сказал мальчик, после чего отдал приказ зомби, «отныне вы будете охранять этот храм». Два бронзовых зомби подошли ко входу и снова исчезли на глазах у детей. «Невероятно!» Глаза Дагаут Зэ искрились завистью, он тоже хотел иметь подобные способности. «Тогда ему было бы проще жить в столь смутные времена». «Вы слышали когда-нибудь о призрачном мире, куда отправляются души умерших?» – спросил Нинци, направляя свою группу в храм. Пара была очень рада, что у них наконец-то появился дом, однако, услышав вопрос мальчика, они призадумались. «Мастер, неужели он существует?» – спросил Гаут Зэ. «Раньше был, а теперь не знаю. На самом деле нет никакой разницы между призрачным миром и живым. Лучше всего считать их двумя разными мирами со своими законами. Вы двое раньше жили в призрачном мире и были довольно сильными. Мы, брат и сестра испугались. Они не до конца понимали, о чем говорил Нинци. Пара вдруг подумала, что он какой-то призрак, который ест детей. Боитесь? Не переживайте, я настоящий человек, просто мне удалось сохранить свою память после перерождения. Могу сказать так, в призрачном мире мы были знакомы друг с другом», – сказал мальчик. Брат и сестра с недоверием посмотрели на него. «Не верите? Ничего страшного. Когда мы найдем способ восстановить вашу память, вы все узнаете. Ну а пока, я собираюсь уйти в закрытую тренировку. Во время моего отсутствия вам лучше не покидать храм. У вас еще недостаточно сил, чтобы разгуливать тут», – предупредил их Нинци. Брат, то, что он сказал, правда. «Мы действительно встречались с ним в призрачном мире?» После того, как мальчик ушел, Ся Юэ тихо заговорила. «Не знаю, но у него вроде нет злых намерений к нам, и это хорошо», – пробубнил Дагаутзы. Оглядываясь по сторонам, тренировки практиков часто занимают много времени, а здесь нет еды. «Брат, там перед храмом было фруктовое дерево. Плоды выглядели спелыми. Глаза мальчика загорелись. Пойдем, наберем себе поесть». На соседней горе от той, где находился храм, Нинци имел более миллиона двухсот тысяч очков духовной силы и без колебания начал улучшать практику. Сперва его уровень резко поднялся до пика золотого ядра, на это он потратил целых пятьсот тысяч. Однако знак плюса по-прежнему горел, следовательно он мог достичь сферы зарождения души. В регионе горы и рек эта сфера считалась высшей. С подобным уровнем практики в этих краях он сможет спокойно справиться с большинством опасностей. Глава 4, 373. Девятицветная зарожденная душа в высоких горах худощавое тело с трудом пробиралось вперед, таща за собой вязанку дров. «Когда в последний раз дедушка линь брал меня в горы, я видела духовный фрукт. Если я смогу найти его и продать, то моей маме хватит денег на врача», – пробормотала себе под нос фигура, с трудом продвигаясь вперед и обильно потея. Ей, маленькой девочке лет пяти, разумеется, было тяжело таскать столько дров. Все предыдущие годы жители ее деревни помогали ей в этом. Жаль, что дедушка линь, который поддерживал ее больше всего, недавно умер от болезни. Некоторые в деревне стали считать, что она была проклята, потому что все вокруг нее умирали от тяжелых болезней. Отец девочки скончался, когда она только родилась, а теперь и мать тяжело болела. Это заставило людей держаться от нее на расстоянии, поэтому-то они перестали ей помогать, дабы не заразиться. Личу не сдавалась и по-прежнему каждый день ходила в горы за дровами. Вот только со временем к ней пришло осознание, что такими темпами положение ее семьи не изменится. Из-за того, что она тратила много времени на заготовку дров для топки дома, на поиски еды и работу его почти не оставалось, а самочувствие ее матери все ухудшалось, поэтому девочка решилась собрать духовные фрукты. Правда, еще при жизни дедушки линя, старик наказал ей не пытаться их собрать, ведь дерево с плодами находилось на крутом склоне, любое неверное движение и костей не оберешься. Однако ей больше ничего не оставалось. Личу ушла долго, ей было тяжело, но она не могла оставить свои дрова. Люди ее деревни часто ходили в эти горы и могли просто забрать их, и тогда все ее труды пойдут на смарку. Неизвестно, сколько времени она шла, но девочка испытывала сильную усталость. Благо спустя пару минут она, наконец, добралась до скалы. При этом дерево с плодами находилось на самом ее верху, где его ветви развивались из-за ветра. Личу положила дрова в сторону, так как здесь уже не боялась, что их кто-то заберет, после чего приблизилась к скале. Слева от возвышенности находилась огромная пропасть, окруженная туманом. Когда девочка попыталась посмотреть, насколько было высоко, у нее закружилась голова. Однако сдаваться она не собиралась. Личу сжала кулачки и с твердой решимостью начала внимательно осматривать скалу. Вскоре ей удалось найти самый безопасный путь наверх. Она надеялась, что у нее все получится, и тогда она сможет изменить судьбу своей семьи. Первые пару метров наверх дались ей легко, но в какой-то момент из-за слабости ее ноги подкосились и она чуть было не свалилась в пропасть. Ухватившись покрепче, девочка попыталась отдышаться, одновременно с этим мысленно стараясь утешить себя. Осталось чуть-чуть. Вскоре Личу добралась до нужного места, где росли плоды, и потянулась к одной из ветвей, намереваясь оторвать ее. Когда же девочка справилась и уже взволнованно планировала спуститься тем же путем, в этот момент изначально ясное небо покрылось темными тучами и загремел гром. Тудух. Молния ударила прямо в соседнюю гору, что находилась рядом с храмом Циньтан. Ужасающая звуковая волна распространилась во все стороны, поднимая мощный порыв ветра. Девочка вздрогнула, ее руки и ноги соскользнули, и она начала падать прямо в бездну, тем не менее она все еще крепко сжимала ветку с духовными плодами, плотно закрыв свои глаза. Страх охватил ее полностью и лишил голоса. Личу не открывала глаза, зная, что погибнет. После смерти она больше не увидит ни свою маму, ни черную собаку у входа в деревню, которая все время яростно лаяла на нее. Без меня моя мама умрет с голоду. Слезы покатились из уголков глаз девочки, но после пары минут она вдруг осознала, что до сих пор не упала. Открыв глаза, Личу увидела, что вместо того, чтобы падать, она, наоборот, поднималась вверх и уже была на уровне того обрыва, с которого упала. Что происходит? Пока девочка задавалась вопросом, перед ней внезапно появилось лицо мальчика ее возраста. Она в недоумении посмотрела на него, после чего взглянула вниз и громко закричала от испуга, поскольку только сейчас поняла, что летит. Спустя пару секунд, придя в себя, она спросила у мальчика. Вы боженька, я на небесах? Да нет, я мастер храма Циньтан. Когда я проходил грозовое бедствие, молнии напугали тебя, прости. Я отведу тебя в свой храм, там ты сможешь немного отдохнуть. Храм Циньтан? Девочка не понимала, что происходит, но ей было достаточно знать, что она не умерла. Я жива, значит мама не умрет с голоду. Пробормотала себе под нос Личу, затем быстро посмотрела на ветку в своих руках. Через некоторое время они добрались до горы, где располагался храм. Это и есть храм Циньтан? Девочка взглянула на здание перед собой. Разве это не доски храм с привидениями? Личу медленно посмотрела на Нинцы и тут же опустилась коленями на землю. Не ешь меня, у меня больная мать, мне нужно заботиться о ней. Зачем мне тебя есть? Спросил мальчик. Ты, ты не призрак. Дедушка Линь говорил, что священник этого храма умер, а ты сказал, что являешься его хозяином. Нинцы покачал головой. Я недавно прибыл сюда, тут никого не было, поэтому я и забрал его. Не призрак? Тогда он, бессмертный. Личу уставилась на мальчика с новой шокирующей мыслью. Мастер, кто она? В этот момент Сяюи вышла из доскова храма и увидела девочку того же возраста, что ее сильно обрадовало. Она чуть было не упала с горы и сейчас немного напугана. Возьми ее, пусть отдохнет, ответил Нинцы. Сам же он собирался укрепить свою основу после прорыва. На этот раз грозовое бедствие едва не разнесло его в дребезги. К счастью, ему повезло и он совершил прорыв в сферу зарождения души. В его внутреннем мире появилась фигура. Выглядела она в точности так же, как и он сам, но на ее шее висела золотая бусина, вокруг которой вспыхивали девять цветов радуги. Это была самая настоящая девятицветная зарожденная душа. Глава 4374 Непрошенная помощь на прорыв в сферу зарождения души Нинцы потратил все очки духовной силы, но выгода была соизмерима. Эта сфера была уникальной. Одна только его сила увеличилась в десять раз. Теперь мастер золотого ядра перед ним ничем не отличался от ребенка. Нет, мне некогда отдыхать, я должна спешить к маме. Личу отвергла доброту мальчика. Ты знаешь, сколько времени нужно, чтобы спуститься отсюда? Это поинтересовался Нинцы. Отсюда только сейчас девочка осознала, что она ведь находится перед Даосским храмом, а это, по сути, самая глубокая часть горного хребта, откуда даже взрослому придется спускаться целые сутки. Если она отправится сейчас одна, то, возможно, даже не спустится, а встретит зверя. Глаза девочки внезапно покраснели и она захлюпала носом. Моя мама, она ждет меня дома. Если я не вернусь, то она умрет с голоду. Личу крепко держала сорванную ветку в руках. Она понимала, что даже с трудом добытые духовные плоды окажутся бесполезны, если их не продать вовремя. Тогда никто ей за них не заплатит и она не сможет пригласить врача для своей мамы. Где твой дом? Спросил мальчик. В деревне у подножья горы. Нинцы посмотрел на Сиа Юэ. Я провожу ее домой, скоро вернусь. Хорошо, мастер. Девочка кивнула, смотря на него с любопытством. Огромная молния обрушилась на него, но не убила. Тогда она и ее брат окончательно убедились, что он практик высокого уровня. Прежде чем Личу успела среагировать, под их ногами появилось облако, которое сразу же подняло пару в воздух. Ты бессмертный? Спросила девочка у мальчика. Можно и так сказать. В каком направлении твоя деревня? Личу посмотрела вниз, от чего у нее снова закружилась голова. Подождав пару секунд, чтобы привыкнуть к высоте, она постаралась определить направление и указала в сторону. По идее, вот туда. Как только она это сказала, пейзаж вокруг нее тут же изменился. Как они оказались так быстро возле ее деревни? Когда они опустились на землю в лесу рядом с поселением, то неожиданно со стороны выбежала рыжая лисица и вцепилась девочке в штанину. Ху Чин Цзы, я уж думала больше не увижу тебя. Личу подняла лисичку и погладила ее по голове. Нин Цзы молча смотрел на них. Старший, я пойду домой, увидеть свою маму. Спасибо вам за помощь, я никогда этого не забуду, сказала девочка. Эту лису ты называешь Ху Чин Цзы? Спросил мальчик. Да. А почему ты выбрала ей такое имя? Не знаю, просто внезапно пришло в голову. Вот и назвала. Личу вопросительно посмотрела на него, удивляясь тому, что бессмертный обратил внимание на имя лисы. Да Гаудзе и Сяюи были родственниками в призрачном мире и, переродившись, такими и остались, а ты воссоединилась со своей ученицей. Похоже, не все потеряно. Хотя память к тебе не вернулась, но она и не исчезла, а лишь похоронена где-то в подсознании, подумал про себя Нин Цзы, после чего сказал ей. Я хочу познакомиться с твоей мамой, покажи мне дорогу. Девочка сперва замялась, а потом вдруг спросила. Старший, а вы можете вылечить мою маму? Она слышала, что бессмертные умеют многое. Может быть, он сможет спасти ее мать от болезни? Мне нужно ее осмотреть, чтобы понять, как лечить, ответил мальчик. Личу успешно повела его в свой дом. По пути жители деревни странно смотрели на нее и Нин Цзы, а некоторые зеваки позарились на одежду мальчика, но испугались, как только увидели оранжевую лисичку в руках девочки. Что держит девочка семьи или в руках? Неужели это духовные плоды? Очень приятно пахнут. Должно быть, действительно они. Откуда она их взяла? Может, ей дал их этот мальчик? Он одет довольно богато. Возможно, он из знатной семьи. Что его с ней связывает? Они примерно одного возраста. Это нормально. Зеваки в итоге не смогли сдержать жадность, когда увидели духовные плоды и решили подойти к детям. Хотя внешне Нин Цзы отличался от простого деревенского, но они считали, что пятилетнего ребенка легко обмануть. Ли Чоу, твоя лисичка сильно поправилась, сказал один из мужчин. Девочка быстро ответила. Дядя Хуан, я уже говорила, что Ху Чин Цзы не продается. Да не собираюсь я покупать ее. Мне просто интересно, что это у тебя за плоды такие? Плоды? Ли Чо успешно спрятала веточку за спину. Я собрала их на горе, чтобы продать и пригласить врача для мамы. Тебе повезло, что ты смогла найти духовные плоды, но ты же не знаешь, кому их продать. Я вот знаю и могу помочь тебе, сказал мужчина. Верно. Хуан Сан знает много людей и через него будет проще продать их. Остальные люди поддержали слова мужчины. Я сам помогу ей продать плоды, так что не беспокойтесь. Мальчик, а ты неплохо одет. Видимо, ты не местный, верно? Спросил дядя Хуан, но уже совсем без улыбки. Да, не местный, приехал недавно и остановился в Даосском храме на горе. В том храме группа людей сперва удивилась, а затем сделала пару шагов назад от Нин Цзы. Глава 4 375. Невидимая стена. Они слышали о Даосском храме глубоко в горах, а также о слухах про привидения. В обычных людей подобные слухи вселяли страх. Хуан Сан в панике посмотрел на Нин Цзы, как вдруг в его глазах вспыхнул гнев. Сейчас стоял день и светило палящее солнце, перед ним явно стоял живой человек, а не призрак. Следовательно, он сказал это специально, чтобы напугать их. Хэм, молодой господин, вы сказали, что живете в Даосском храме. Горная дорога очень тяжела, как же вам в таком возрасте удается дойти до туда? Может вы не будете смеяться над нами, деревенскими жителями? Пусть мы и не владеем большими знаниями, но здравый смысл у нас присутствует, сказал мужчина. Когда группа услышала его, то сразу же посмотрела со злостью на мальчика. Они считали себя достойными людьми, но их испугал какой-то сопляк. Если об этом узнают, то все в ближайших деревнях будут насмехаться над ними. Я живу не в Даосском храме, а в храме Циньтан. Если у вас больше нет вопросов, то идите займитесь делом. Хэм, какой надменный пацан. Холодно фыркнул Хуан Сан, после чего, игнорируя мальчика, обратился к Личоу. Девочка ли, дай мне твои духовные плоды, я помогу тебе их продать. Дядя, я сама справлюсь, ответила девочка. Она понимала, что люди перед ней нехорошие. Если бессмертный не сможет спасти ее маму, то с помощью этих плодов она наймет ей врача. Я сказал, отдавай, значит отдавай. Высокомерно рявкнул мужчина, делая шаг вперед к Личоу. Остальные также стали приближаться к детям. Девочка была в ужасе и не знала, что делать. Однако, группа людей внезапно врезалась в невидимую стену. Что такое? Я на камень наступил. Хуан Сан и другие оказались изумлены. Некоторые поспешно среагировали и протянули руки, как вдруг коснулись невидимой стены. Видимо, это и есть сила бессмертного. Личоу посмотрела на Нин Ци, почувствовав себя спокойнее. Под его защитой эта группа не сможет отобрать у нее духовные плоды. Невозможно, средь бела дня такое происходит. До Хуан Сана долго доходило, поэтому он продолжал пытаться подойти к детям. Но все его усилия были тщетны. Стена как была, так и осталась. Мальчик посмотрел на Хуан Сана и других с оттенком насмешки. Ты, что это за фокусы такие? Спросил один из мужчин, вытаращив глаза на Нин Ци. Хотя он с трудом верил в происходящее, но ему пришлось это сделать. Он был уверен, что это все проделки мальчика. Другой мужчина вдруг закричал. Он монстр, призрак из даосского храма. Жители деревни начали спешно собираться на шум, а когда увидели, что тут происходило, то удивились. Нин Ци покачал головой и обратился к Личу. Пойдем, отведи меня к себе домой, не переживай о них. Да, кивнула девочка. После того, как пара ушла, Хуан Сан с остальными хотел было их догнать, но они снова наткнулись на стену. Более того, когда они развернулись назад, то также столкнулись с ней. Их нелепое поведение вызвало у жителей деревни смех. Однако группе мужчины было не до смеха. Они испугались. В каком бы направлении они ни шли, их встречала невидимая стена. Как это возможно? Хуан Сан не понимал, что происходит. Брат Хуан, это все ты виноват. Зачем ты оскорбил его? Молодой господин, пощадите нас. Мы знаем, что повели себя грубо. Несколько мужчин попытались окликнуть Нин Ци и в то же время ругались на Хуан Сана. Что вы делаете? В это время к ним подошел старик с тростью. Что у вас тут такое? О чем вы говорите? Староста, спаси нас. Мы не можем никуда уйти. Нас проклял призрак. Ответил Хуан Сан. Верно, куда бы мы ни шли, везде сталкиваемся с невидимыми стенами. Старик нахмурился и рявкнул на бездельников. А ну быстро идите работайте, нечего тут устраивать сцены. Староста, мы правда не можем уйти, если не веришь, то сам подойди и потрогай. Сказал испуганный Хуан Сан. Кто-то из жителей деревни решил проверить, шагнул вперед и протянул руку, после чего на самом деле нащупал стену. И правда, это правда, дай посмотрю. Люди подошли и убедились в том, что группу мужчин действительно проклял призрак. Другого объяснения у них не было. Старик нахмурил брови. Рассказывайте, что тут случилось. Хуан Сан торопливо изложил всю суть. Конечно, он соврал, что хотел из любезности помочь Личоу продать духовные плоды. Однако жители деревни поняли его настоящее намерение и это вызвало у них презрение к нему. Вы заслужили это. Семья ли потеряла своего главу, остались лишь маленькая девочка и больная вдова. Если вы им не помогаете, то я еще могу это понять, но вы хотели их обокрасть. Думаю, вы встретили не привидение, а легендарного практика, что решил вас проучить. Холодно фыркнул старик. Практик. Что это? Спросил один из детей рядом. Это бессмертные, которые живут очень долго и владеют особыми способностями. Мы, смертные, для них подобны муравьям. Когда я был моложе, мимо нашей деревни пролетали сражающиеся практики и один из них взмахом руки разрушил дом одного из наших жителей. Вы даже представить себе не можете их силу. Ответил староста. Практик. Нет, он призрак. Он сказал, что остановился в Досском храме в горах. Спешно сказал Хуан Сан. Досский храм? В глазах людей вспыхнул ужас. А может, правда призрак? А чем ты говоришь о том храме на горе? Спросил старик. Да, кивнул мужчина. Раньше там тренировался бессмертный. Какой-то глупец придумал историю с привидениями, а вы все начали повторять ее. Пойдемте в дом вдовы или посмотрим на того практика. Может повезет, и он смилуется над ними. Сердито проворчал староста и побрел к дому семьи или... Хотя он шел не быстро, но устойчиво. Остальные люди последовали за ним, оставляя позади сожалеющую осадеянным группу Хуан Сана. Глава 4 376. Живой мертвец. Мама, мама, я вернулась с духовными фруктами. Личоу подошла к полуразрушенному двору. Во дворе было много сорняков. Очевидно, что за ним никто не ухаживает. Нин Цин направил свою энергию вперед и обнаружил женщину со слабым дыханием. Ей было чуть за 20, но ее жизненная сила была на исходе. Личоу ворвалась в комнату, фигура на кровати неохотно повернулась к ней и улыбнулась. Доченька, почему ты такая счастливая? Мама, это духовные плоды, если я продам их, то смогу нанять для тебя врача, сказала девочка. Глаза слабой женщины слегка загорелись, но затем снова потускнили. Моя болезнь неизлечима. Лучше иди к старости и попроси его помощь тебе продать эти фрукты, а после купи себе еды. Мама, о чем ты говоришь? Почему ты думаешь, что твоя болезнь неизлечима? Кстати, я познакомилась со старшим бессмертным, он-то точно сможет вылечить тебя. Паникующее Личоу начало тараторить, пытаясь приподнять ей настроение. Бессмертный? Только тогда женщина заметила, что рядом с ее дочерью стоит мальчик. Откуда ты, мальчик? Я раньше тебя никогда не видела. Я из храма Циньтан, ответил Нин Ци, подходя к ней, чтобы осмотреть ее состояние. Смертные врачи действительно не могли излечить большинство болезней, но для бессмертных вылечить проблемную болезнь не составит труда благодаря их духовной энергии. Храм Циньтан? На лице женщины отразилось удивление. Где это? Почему она никогда не слышала о нем? Старший Личо умоляющим взглядом посмотрела на него. Не волнуйся, болезнь твоей мамы излечима, улыбнулся мальчик, после чего положил руку на лоб женщине и влил в нее духовную энергию, которая, подобно чистой воде, смыла болезни все накопившиеся за долгие годы осложнения. Глаза женщины постепенно посветлели, она открыла рот в изумлении, а затем села на кровать, принявшись с удивлением рассматривать себя. Мама, девочка вопросительно посмотрела на нее. Из-за тяжелой болезни ее мама раньше не могла даже встать, да и выглядела всегда бледной, но теперь вся зарумянилась и села. Старший бессмертный. Женщина уставилась на Нинцы, после чего встала с кровати и с покрасневшими глазами низко поклонилась ему. Спасибо, господин, за вашу помощь. Мальчик понимал, почему она вела себя так эмоционально. Вероятнее всего, женщина считала, что Личу, должно быть, не смогла бы прожить одна и отправилась бы вслед за ней. Девочка тоже поспешно поклонилась, положив лисичку рядом с собой. Она выглядела очень счастливой и не могла перестать улыбаться. Хватит, выпрямитесь. Нинцы поднял их своей духовной силой. Госпожа Ли. За дверью раздался крик старика. Почему сюда пришел староста? Удивилась женщина. Наверное, из-за тех дураков, ответил мальчик. А, женщина была озадачена, но ее дочь быстро все рассказала. Выслушав ее, госпожа Ли с приподнятыми бровями выразила свой гнев. Этот Хуан Сан совсем бесчеловечный, раз решил обмануть тебя. Если бы не Нинцы, то, скорее всего, духовные фрукты, которые ее дочь получила тяжелым трудом, попали бы не в те руки. Для семьи Ли, мужчина и его друзья стали подобны убийцам. Затем трое вышли во двор, где староста деревни стоял с большой группой жителей. Когда люди увидели госпожу Ли, все они стали с ужасом пятиться назад. Они знали, что женщина была серьезно больна в течение многих лет, а также, что она не могла встать с постели. Ей приходилось каждый день пить лекарства, чтобы продлить свою жизнь. И, видимо, сейчас перед ними стоит не госпожа Ли, а оставшийся от нее призрак. Госпожа Ли стала призраком. Бежим, пока она не сожрала наши души. На улице поднялась паника. Однако староста, заметив тень под ногами женщины, быстро закричал на людей. А ну цыц, она вовсе не мертва. Вы что, слепые? Взгляните на ее тень. Тень? Люди резко замолкли и присмотрелись, и действительно увидели тень под ногами женщины, а это значит, что она не была призраком. Глава деревни, неужели из-за того, что я болею, вы потворствуете Хуан Сану и другим бессовестным негодяям, что запугивают Ли Чоу, спросила госпожа Ли. Старик был ошеломлен этим вопросом. Я не знал, что они себя так вели. Если бы не старший бессмертный, то мою дочь сегодня бы обокрали, а я, скорее всего, умерла бы без лекарства, холодно сказала женщина. Девочка посмотрела на свою маму с довольным видом, потому что увидела ее такой, какой-то была раньше. Это старейшина потерял дар речи. Зачем вы пришли? В этот момент Нин Ци задал вопрос. Только тогда старик заметил мальчика и поспешно поклонился ему. Мастер, я хотел бы попросить, чтобы вы простили Хуан Сана и других. Почему я должен их прощать? Пусть попытаются прожить так 10 суток. Если смогут, то уйдут домой. Будем считать это их наказанием, заявил Нин Ци. 10 суток. Сердца людей резко сковал холод. Если спать на земле еще можно, то как они проживут без воды и еды? Это же явный приговор к смерти. Госпожа Ли, я намерен принять лечо в ученики. Что вы думаете? Мальчик посмотрел на женщину. Бессмертный принимает ученика. Староста деревни никогда не предполагал, что девочка получит такую возможность, но с этого момента он перестал думать о группе Хуан Сана. Глава 4377. Храм Белой Кости. Хорошо. Поспешно кивнула женщина. Она и представить себе не могла, что однажды ее дочь получит такую возможность. Видимо, черная полоса семьи или наконец-то закончилась. Ли Чоу сразу же поклонилась. Старший, если я стану вашей ученицей, то мне придется уйти с вами в горы? Кто же тогда позаботится о моей маме? Я уже здорова. Зачем тебе обо мне заботиться? Спросила женщина, чувствуя на душе тепло. Жители деревни были встревожены. Они тоже хотели, чтобы на их головы снизошла такая радость. В храме Циньтан не хватает рабочих рук. Если ты станешь моей ученицей, то твоя мама сможет жить там вместе с нами и помогать, ответил Нинцы. Девочка удивилась и без колебаний согласилась. Затем она почувствовала, как какая-то сила осторожно приподняла ее вместе с мамой. Жители деревни своими глазами наблюдали, как семья ли на облаке улетает к горам, исчезая с их виду. Некоторые, самые напуганные, опустились на колени, считая, что таким образом их никто не тронет. Если увидите в будущем семью ли, то будьте с ними вежливыми, да и не только с ними, никого не обижайте, вам ясно? Сердито спросил староста. После чего старик развернулся и ушел. Люди молчали. Кто-то все еще сетовал на то, что группа Хуан Сана оказалась так жестоко наказана, но теперь они знали, что из себя представляет самая малая часть силы практика. Поэтому никто из них не мог спасти мужчин, они лишь могли наблюдать. Храм Циньтан. Сейчас вы все станете мастерами сферы закалки источника. Это означает, что вы станете лучше, чем обычные смертные, но вам все равно придется трудиться, чтобы стать лучше других практиков. Сказал нинцы сидящим перед ним Дагаутзы, Сяю и Ильичу. Их ауры были разными. Он использовал на них технику поливки, чтобы наделить тела своих учеников хоть какой-то силой. Теперь ему необходимо найти для них технику практики, но для этого нужно будет отправиться куда-то в ближайший город или секту. Ху Чиньтзе также была тут, он наделил духовной энергией ее, поэтому она стала выглядеть намного мудрее, чем обычная лиса. Мальчик осмотрел их и объявил. Теперь я научу вас обычным навыкам бессмертных, они пригодятся вам. Если у вас появятся какие-то вопросы, задавайте. Ясно, ответила тройка, а Ху Чиньтзе очень по-человечески кивнула. Деревня у подножья горы. Старший брат Лин, храм Белой Кости разве тут находится? Группа парней и девушек вошла в деревню. Одна из девушек нахмурилась. Здесь так мало духовной энергии. На карте отмечено, что здесь. Нам просто нужно спросить местных, ответил парень с мечевидными бровями. Большая часть группы выглядела взволнованной. Храм Белой Кости являлся сектой демонического пути, но мало кто знал, где он находился. Особенно после того, как пошел слух, что секту разрушил таинственный практик. Если же они смогут найти этот храм, то, возможно, получат какие-то полезные техники или что-то еще. Для них, практика в закалке источника, наследие сильных мастеров представляла собой большой шанс для развития. Эй, те люди очень странно выглядят, что там происходит. Один из парней показал пальцем в сторону. На дороге стояли несколько истощенных фигур. Юноши и девушки переглянулись, а затем подошли к бедолагам, после чего резко почувствовали прилив духовной энергии. Они заключены в клетку духовной энергии. Они же смертные, верно? Какому практику нужно было так над ними измываться? В глазах одной из девушек вспыхнул гнев. Хуан Сан и остальные заметили подошедшую группу, но у них не было сил, поэтому они просто тихо ожидали смерти. На самом деле большая часть духовной клетки рассеялась, потому что уже прошло восемь дней из десяти. Нинцы рассчитывал, что группа просто не доживет до десятого дня. Одна из девушек увидела проходящего мимо жителя деревни и сразу же обратилась к нему. Что с ними случилось, кто их тут запер? Прохожий махнул на нее рукой, как бы говоря, что не хочет отвечать. Девушка была в бешенстве. Ее духовная энергия выплеснулась наружу и превратилась в стену, которая остановила жителя деревни. Это бессмертные. Мужчина удивился и тут же закричал. Быстрее, позовите старосту. Группа практиков переглянулась и стала молча ждать. Через некоторое время к ним подошел старик с тростью. Приветствую вас, господа практики. Староста сложил руки в знак приветствия, про себя задаваясь вопросом, почему сюда то и дело стали приходить бессмертные. Видимо, вы уже имели дело с практиками, раз ведете себя подобающе. Позвольте узнать, что случилось с этими людьми. Какой практик сделал это с ними? Спросила девушка. Хуан Сан и остальные, наконец, начали приходить в себя. Девушка явно говорила о них. Возможно, она сможет им помочь. Глава 4 378. Беспринципный демон. Вот только сил у них совсем не осталось. Они не могли говорить и лишь смотрели на прибывшую группу практиков. Девушка не стала ждать, пока глава деревни расскажет ей все как есть, а атаковала стену духовной энергии, мгновенно разрушив ее и освободив Хуан Сана и других. Они не пили и не ели несколько дней, так что займитесь ими, сказала бессмертная. Жители деревни колебались, но когда девушка начала открыто злиться, то один из них побежал к себе домой, чтобы принести немного воды и каши. Ответите мне, кто это сделал? Это был практик. Они издевались над одной девочкой из нашей деревни, поэтому он таким образом их наказал. Без колебаний ответил старик. Они кого-то убили? Нет. Старшие, мы никому не причинили зла. Хриплым голосом сказал Хуан Сан после того, как смочил горло. Поскольку все живы-здоровы, то эта жестокость показывает, что тот практик бесчеловечен и идет по демоническому пути, заявила девушка. Младшая сестра, здесь остались его следы. Думаю, он живет где-то неподалеку от того места, которое мы ищем, сказал брат Лин. Глаза девушки загорелись и она спросила, есть ли здесь поблизости даосский храм, называемый храмом Белой Кости. Храм Белой Кости, глава деревни засомневался, остальные тоже были в недоумении. У них поблизости не было такого храма, но прежде чем они успели что-то сказать, Хуан Сан опередил их. Старшие, в горах есть босский храм. Много лет он был заброшен, но теперь там поселился тот практик, что запер нас здесь и называет его храмом Циньтан. Девушка тут же спросила, кто-то может отвезти нас к тому храму? Естественно, за вознаграждение я могу. Вызвался Хуан Сан. Он чувствовал слабость, но ему было на это все равно, он желал мести и награды. Всего да побольше. Хорошо, ты пойдешь с нами. Девушка согласилась и влила в него духовную энергию. Мужчина сразу же почувствовал себя обновленным, словно и не провел 8 дней без еды и воды. После чего на глазах у всех группа культиваторов полетела к горе. Всем разойтись, а лучше спрячьтесь. Сражения бессмертных очень жестокие и масштабные. Надеюсь, на нашу деревню это не повлияет, приказал староста. Глубоко в горах. Следуя указаниям Хуан Сана, группа наконец-то увидела храм Циньтан. Брат Лин вынул нефритовый лист, что-то сравнил и удивился. Это же то место, где находился храм Белой Кости. Старший брат, там уже кто-то поселился, что нам делать? По идее, там не должно быть людей из этой секты. Пробубнил парень. Старший, тот бессмертный. Ему на вид всего 5 лет, не больше, сказал Хуан Сан. Чего? Группа была поражена. Ему правда всего 5 лет? Если это так, то он, должно быть. Максимум практик сферы закалки источника, предположил старший брат Лин. Пойдемте туда, да и узнаем. Группа согласилась и быстро добралась до храма. Здесь кто-нибудь есть? Спросила девушка. Через некоторое время из храма вышел до Гаутзе и с удивлением посмотрел на них. Кто вы? Практики присмотрелись к мальчику в сфере закалки источника и подумали, что это и есть тот, о ком говорил мужчина. Однако сам Хуан Сан нахмурился, он не мог забыть внешний вид того, из-за кого 8 дней страдал. Разумеется, он знал, что это был не тот пацан. Как давно ты находишься здесь? Ты знаешь, что это храм Белой Кости? Спросила девушка. Белой Кости? Нет, это храм Циньтан, сказал до Гаутзе. Решил притвориться дурачком? Простой практик закалки источника в таком юном возрасте ведет себя так жестоко по отношению к смертным. Тебе не стыдно? О чем вы говорите? Мальчик нахмурился. Все еще продолжаешь отрицать? Ты помнишь вот этого человека? Девушка подтянула вперед Хуан Сана. Мужчина тут же указал на до Гаутзе. Ты монстр, хотел убить нас. Похоже, вы меня с кем-то перепутали. Как я могу ошибиться? В тот день, когда ты пришел с Личоу в деревню, верно, где та девчонка, куда ты ее спрятал, взревел Хуан Сан. Ты о младшей сестре Личоу? Тот, кто ходил с ней в деревню, наш мастер. Мастер старший брат Лин и другие слегка занервничали. Если этот мальчик в сфере закалки источника, тогда его мастер, вероятно, имеет более высокий уровень совершенствования. Пусть твой учитель выйдет. Я хочу узнать, как выглядит столь беспринципный демон, потребовала девушка. И как только она это сказала, возле храма появились две фигуры. Когда группа увидела двух зомби в бронзовых доспехах, все слегка вздрогнули. Только что рядом с храмом никого не было, кроме этого мальчика, так откуда взялись эти двое? А самое главное, до этого момента они даже не ощущали их присутствия. Пока практики пребывали в шоке, двое зомби подошли к ним. Старший брат Лин от страха обрушил на них свой бессмертный навык. Бум. Однако, атака парня была отбита, после чего один из зомби мгновенно оказался перед ним, протянул руку и схватил его за шею. Старший брат Лин. Когда остальные увидели положение своего товарища, то поспешили помочь ему. Но их наступление никак не подействовало на ходячего мертвеца, будто тот был неприступной стеной. Очевидно, здешний мастер имеет высокий уровень практики, а иначе откуда бы у него взялся такой подчиненный? Увидев тщетность своих стараний, группа мастеров пришла к выводу, что они напоролись на серьезного противника. Глава 4379. Наследие как же так? Хуан Сан был ошеломлен таким поворотом. Группа практиков, которую он привел, оказывается настолько слаба. Младший брат, все это недоразумение, давай спокойно поговорим. Выдавил старший брат Лин, поддерживая себя обеими руками, чтобы не задохнуться от хватки зомби. Человек, занявший храм Белой Кости, видимо, был очень могущественным бессмертным. Они перед ним, к сожалению, оказались слабаками. Мастер ушел, если у вас есть к нему вопросы, то советую вам его подождать, сказал Дагаутзы, после чего вернулся в храм. Спустя час из храма вышел Нин Ци, а за ним Ся Юэ, Дагаутзы или Чоу. Когда Хуан Сан увидел мальчика, то резко задрожал от страха. Ранее он специально хотел выставить Дагаутзы тем, кто заточил его в клетку, чтобы как-то насолить обидчику, но кто же знал, что возле храма находятся какие-то существа, облаченные в бронзовые доспехи. Это их мастер. Старший брат Лин и остальные выглядели ошеломленными. Хотя Нин Ци тоже выглядел, как мальчик лет пяти, никто не воспринимал его за ребенка из-за непостижимой ауры, что затаилось внутри него. Ты все еще жив? Нин Ци посмотрел на Хуан Сана. Мужчина тут же упал коленями на землю и весь обмяк от страха. А вы здесь зачем пришли помочь ему отомстить? Спросил мальчик у группы практиков, одновременно с этим отдав мысленный приказ зомби вернуться на свои места. Нет, старший, мы просто проходили мимо, ответил кто-то из группы. Когда брат Лин услышал это, то посмотрел на товарища с гневом. Мастер, он лжет. Они ранее сказали, что это место называется Храмом Белой Кости, сказал Дагаутзы. Храм Белой Кости. Нин Ци посмотрел на того, кто сказал ему, что они проходили мимо. Напуганный практик начал пятиться назад, как вдруг резко застыл. Парень медленно опустил голову и увидел, что посередине его груди откуда-то взялась дра, после чего он рухнул на землю, заливая ее своей кровью. Всего одним бесшумным движением их товарищ был убит. Это вызвало еще больший страх в сердцах людей. Старший, мы на самом деле пришли сюда, чтобы найти Храм Белой Кости. Нашей целью было отыскать наследие этой секты. Однако раз это место занято вами, то мы ни на что не претендуем и сейчас же уйдем. Поспешно сказал брат Лин, пытаясь как-то смягчить ситуацию. Остальные также встали на колени и опустили головы, боясь встретиться с взглядом мальчика. А уранин Ци была настолько устрашающей, что даже когда они стояли перед старейшинами своей секты, то не ощущали подобного. Из какой вы секты? Спросил мальчик. В регионе горы и рек только секты Великих Облаков и Черного Нефрита могли заставить его подумать дважды, прежде чем что-то делать. Старший, мы из секты Северных Небес, ответил брат Лин. Северных Небес? Никогда о такой не слышал, кто самый сильный в вашей секте. Мастер сферы Золотого Ядра. А, просто Золотого Ядра. Пробормотал себе под нос Нинцы. Парень и его товарищи резко замерли, потому что сказанное мальчиком доказывало, что его уровень был намного выше этой сферы. Дагаутзы, принеси бумагу и кисть. Мальчик быстро вошел в храм и вскоре вернулся, а затем подошел к старшему брату Лину и протянул бумагу с кистью. Перепиши писание своей техники совершенствования, приказал Нинцы. Чего? Люди разинули рты от шока. Для чего мастеру с таким высоким уровнем практики техника совершенствования их секты? Большая часть группы хотела бы отказаться. Вот только после того, как они своими глазами застали смерть их младшего брата, не могли этого сделать. Пусть каждый по очереди запишет технику совершенствования вашей секты. Да, практики не могли воспротивиться его требованию, поэтому каждый записал все, что знал. Сперва старший брат Лин хотел было записать технику неправильно, но последние слова мальчика лишили его этой возможности, так как он может сравнить написанное и выявить несоответствие. Спустя минут 20 Нинцы осмотрел листы, сравнил их и одобрительно кивнул. Вы можете идти, если ваши старшие захотят меня найти, то пусть приходят сюда. Спасибо, старший. Люди быстро поклонились и развернулись, чтобы уйти. Ой, подождите минутку, мальчик остановил их. Старший брат Лин вздрогнул, предположив, что он передумал их отпускать. Нинцы указал на Хуансана. Откуда и в каком виде взяли, таким туда и отправьте. В глазах девушки мелькнул страх. Она быстро схватила обессиленного мужчину и взмыла в небо. Деревня у подножья горы. Все жители с нетерпением ждали возвращения Хуансана, и долго ждать им не пришлось. Неужели они победили? Подумал глава деревни. Однако следующая сцена поразила старика. Девушка, которая спасла группу мужчины, привела его в то же место и поместила в духовную тюрьму. Хуансан метался во все стороны, но выбраться ему, естественно, не удавалось, поэтому он принялся молить о пощаде. Ты обидел того, кого не следовало, теперь расплачивайся. Девушка фыркнула на мужчину, затем обратилась к своему лидеру, старший брат Лин, что нам теперь делать? Младший брат Джа мертв, как мы объясним это старейшинам. Будем честны, вздохнул парень. Тогда что насчет техники совершенствования? Если об этом станет известно, то они понесут суровое наказание. Это всего лишь техника сферы закалки источника, она не входит в основу наследия секты Северных Небес. Нас за это не накажут, брат Лин попытался ее успокоить. Еще немного поговорив, группа покинула деревню. Староста и жители деревушки, выслушав их разговор, посмотрели на высокую гору с блеском любопытства. Они поняли, что эта группа проиграла. Более того, они были так сильно напуганы тем мальчиком, что в итоге вернули Хуансана. Глава 4380 Таинственное пространство С тех пор, когда Гаудзе и другие получили технику совершенствования, ребята сосредоточились на практике и часто задавали нинцы вопросы о том, чего они понимали. А так как они пока не могли обойтись без еды и воды, потому что еще не достигли того уровня практики, когда организму будет достаточно лишь подпитывать себя духовной энергией, то госпожа ли заботилась о них? Мальчик завис в небе, направив духовную энергию в глаза. После того, как он достиг сферы зарождения души, сила бессмертного глаза стала намного выше, чем раньше. Теперь он мог разглядеть духовную силу на расстоянии более 10 тысяч миль. Наметив пару мест самой богатой духовной энергией, нинцы отправился туда. С его новой скоростью это не должно занять много времени. Несколько дней спустя, очки духовной силы мальчика превысили 200 тысяч. Он обошел почти все места с духовной энергией, какие для себя отобрал, и собирался вернуться в храм Циньтан, но внезапно почувствовал что-то странное и посмотрел на юго-восток. Там он увидел вспышку в небе, а затем ощутил нарастающую духовную ауру. Казалось, что там вот-вот должно появиться какое-то сокровище, поэтому нинцы немедля помчался туда. Летел он около двух часов, прежде чем добрался до нужного места. На первый взгляд, перед ним находился пустырь, но здесь уже были другие практики. Все они смотрели на синий свет, который подобно стене вырвался из земли. Уровни присутствующих практиков были от зарождения основ до зарождения души. Все они смотрели на голубой луч с удивлением и радостью, но никто не спешил ничего делать из-за двух старших. Один был стариком, а другой – старушкой. Оба на том же уровне, что и нинцы. Однако они явно не имели золотое ядро девяти бедствий и девятицветную зарожденную душу, которые были у мальчика. Следовательно, они были намного слабее его. Ощутив появление нинцы, пара посмотрела на него очень внимательно, но в итоге они сошлись на том, что никогда не видели такого мастера зарождения души. Я ли юньхай, мастер храма моря облаков, как я могу к вам обращаться? Старик вежливо обратился к мальчику. Когда остальные это услышали, на их лицах отразился шок. Они думали, что нинцы был младшим потомком какой-то семьи, но кто бы знал, что даже такой мастер зарождения души, как ли юньхай, первым поздоровается с ним. Про себя каждый из здешних мастеров подметил, что тут появился еще один могущественный мастер зарождения души. Храм Циньтан, Нин Бэйсюань, представился мальчик. Храм Циньтан, Нин Бэйсюань, Ли Юньха и старуха были уверены, что никогда не слышали о подобном храме имени, но они не стали забивать себе этим голову, понимая, что мир был слишком велик. Мастер Бэйсюань, вы пришли сюда, потому что тоже заметили странное явление в небе? Спросил старик. Нинцы кивнул и посмотрел на голубой луч. Духовная аура, которую он видел через бессмертный глаз, ее источник находился в земле. По правилам, когда открывается таинственное пространство, присутствующие мастера зарождения души делят все поровну. Мастер Бэйсюань, вы же знаете об этом? Надеюсь, вы последуете общепринятым правилам, сказала старуха. Конечно, кивнул мальчик. Таинственное пространство еще не открылось, а аура продолжала усиливаться. Люди ждали несколько дней, но мастеров сферы зарождения души больше не появилось. Однако прибыло множество практиков сфер ниже, которые с нетерпением смотрели на нинцы и стариков. Мастер Бэйсюань, вы можете выбрать по три человека каждой сферы, сказал Ли Юньхэй. Мальчик вопросительно посмотрел на него, а зачем это? Старик и старуха переглянулись и про себя поняли, что он явно был практиком не из их региона. Похоже, там, откуда вы пришли, не появлялись таинственные пространства. На самом деле все просто. Неизвестно, какие риски вы встретите, поэтому сперва можно отправить в пространство младших. Если внутри не будет опасностей, тогда настанет наша очередь войти, ответил Ли Юньхэй. Теперь нинцы понял, почему все окружающие мастера смотрели на них с таким нетерпением. Они думали, что внутри нет ничего страшного и хотели воспользоваться возможностью войти в таинственное пространство. Спустя время старик и старушка отобрали себе по шесть человек, затем наложили на них определенные защитные формации, очевидно, чтобы защитить их от возможных опасностей. Нинцы выбрал от балды несколько человек, но не стал ничего на них накладывать. Мастер Бэйсюань, кажется, вы действительно пришли совсем из далекого места? Улыбнулся Ли Юньхэй. Мальчик ничего не ответил. Время шло своим чередом и, наконец, голубой столб начал изменяться, постепенно сжимаясь и превращаясь в широкую дверь. Увидев ее, старик и старуха отправили свои группы в путь. Люди, выбранные нинцы, также пошли к воротам, получив его разрешение. Восемнадцать человек исчезли за вратами. Однако, спустя небольшой промежуток времени вернулся лишь один мастер золотого ядра. Он, истекая кровью, посмотрел на нинцы умоляющим взглядом. Мальчик быстро подошел к нему и за полчаса помог исцелить большую часть его ран. Стоявшие в стороне Ли Юньхэй и старуха поняли, что внутри этого таинственного пространства, видимо, есть то, что может угрожать даже им. Что случилось? Почему ты так быстро вышел и весь в крови? Спросил нинцы. Старший Бэйсюань, мы провели там целых три дня. Мне повезло, что я изучал технику бега, иначе умер бы вместе с остальными, ответил практик. Три дня? Похоже, течение времени там совершенно иное. Двое стариков не были этому удивлены, так как, скорее всего, уже сталкивались с подобным. Глава 4381. Древний призрачный мир, что там внутри? Спросил Ли Юньхэй. Старушка рядом с ним внимательно следила за каждым миллиметром лица мастера золотого ядра. Если он начнет им врать, то она сразу же заметит это. Там, там были мастера призрачного мира, ответил практик. Призрачного мира? Когда люди вокруг услышали его ответ, все резко замолкли. С тех пор, как призрачный мир был запечатан, в их мире было очень мало мастеров оттуда. Однако в произошедшем было кое-что странное. Человек из живого мира мог своей силой причинить вред любым призракам, так как же тогда погибла отправленная группа? Ты точно их видел? Это души из призрачного мира? Я помню, несколько лет назад в великом призрачном мире произошел странный случай, все души покинули его. Неужели некоторые не переродились и проникли к нам незаметно? Призадумалась старуха. Это правда, там действительно были призраки. Их сила очень странная и ужасающая. Хотя они кажутся всего лишь душами, но их сила может легко убить нас. Когда мы вошли, то оказались на поле боя, младший изо всех сил старался вернуться обратно, ответил мастер сферы Золотого Ядра. Видимо, там находится какой-то призрак из древних времен, высказал свое мнение Ли Юнхой. У меня нет метода очищения души, для меня сражаться с призрачными душами бесполезно. Лучше послать сообщение тем сектам, которые занимаются уничтожением призраков и всей остальной нечисти, мы можем продать им таинственное пространство, сказала старуха. Мастер Бэйсюань, что ты думаешь? Оба мастера посмотрели на мальчика. Поскольку он также был в сфере зарождения души, то, естественно, с ним они считались. Я хотел бы войти и осмотреться, но в глазах стариков отразилась нерешительность. Чем дольше практикуешься, тем больше страха испытываешь перед смертью. В этом таинственном пространстве, где свирепствуют призрачные мастера, кто может знать, что с ними случится? Древний призрачный мир. Ха-ха, я не ожидал, что он здесь появится. Вдруг раздался громкий смех. Внезапно над ними тремя появилась группа мастеров, но даже нинцы не заметил их появления. Это говорило о том, что их практика была выше. Эту группу, казалось, возглавлял молодой мужчина. Среди всех у него была самая мощная практика, которая даже мальчика удивила. Мастер Дзян, вам очень повезло найти это место. Видимо, даже боги помогают вам и хотят, чтобы вы как можно скорее достигли сферы восхождения бога. Кто-то из группы польстил мужчине. Ли Юньха и Старуха узнали часть мастеров. Они были мастерами зарождения души, но редко появлялись на людях. Однако, почему все они ходили по струнке перед этим мужчиной? Древний призрачный мир. Может, это самый первый призрачный мир? Подумала Старуха. Если это так, то, должно быть, там очень много различных сокровищ, которые они могли бы использовать, так как самый первый изначальный призрачный мир отличался даже от великого призрачного мира. Мастер Дзян. Такая же фамилия, как у Дзян Джиня. Ли Юньха и кое о чем подумал и стал вести себя уважительно. Вы трое нашли это место? Спросил мастер Дзян, с улыбкой рассматривая троих мастеров. Однако, когда его взгляд остановился на Нин Ци, то он удивился. Молодой мастер, так и есть, мы втроем обнаружили это место, ответил старик. В этот момент мужчина средних лет позади мастера Дзяна сощурил глаза, которые были направлены на мальчика, и вдруг выпалил. Это ты недавно убил моего старейшину Мина из Секты Великих Облаков? Ты владелец двух бронзовых зомби? Секта Великих Облаков? Нин Ци посмотрел на обратившегося, удивившись такой судьбоносной встрече и крайне нелепому совпадению. Так это тот оставшийся член Секты Холодного Трупа, о котором ты говорил. Мастер Дзян посмотрел на Нин Ци с ехидной улыбкой. Оставшийся член Секты Холодного Трупа? Ли Юньха и Старуха резко нахмурились. Всем была известна эта секта, а также люди знали, что она была уничтожена за оскорбление потомка святого. А если все вспомнить, то Мастер Дзян и был тем потомком, которого тогда оскорбила Секта Холодного Трупа. Мастер Дзян, мы впервые его видим, у нас нет друг с другом никаких связей. Спешно сказал Ли Юньха и отдалился от Нин Ци. Все в порядке, я никого не собираюсь обижать, сказал мужчина, после чего обратился к мальчику. Ты на самом деле член Секты Холодного Трупа. Где те двое бронзовых зомби? Мастер Дзян, я не знаю о какой секте Холодного Трупа вы говорите, но могу подтвердить, что это я убил старейшину Мина. Вот только сделал я это потому, что тот старик использовал кровь девственниц для повышения своей практики, он был настоящим приспешником демонического пути. Мне интересно, вы знали об этом? Спросил Нин Ци, бросив взгляд на мастера Секты Великих Облаков. Лицо мужчины средних лет скорчилось, а когда он увидел, что на него смотрит молодой мастер Дзян, он тут же покачал головой. Старейшина моей Секты не мог так поступать. Да что вы говорите, у меня есть доказательства. Многие люди в уезде США могут подтвердить это, сказал мальчик. Лицо мастера Секты Великих Облаков потемнело, это увидел мастер Дзян и сказал. Ты не можешь лгать нам, что ты не часть Секты Холодного Трупа, он бы не посмел мне соврать. Ли Юнь Ха и Старуха призадумались. Они не ощущали от Нин Ци энергии трупного яда, а вот то, что он сказал насчет старейшины Мина, они знали об этом. Жаль только, что за Сектой Великих Облаков стоят мастера Высшей Сферы Зарождения Души. Никто не сможет им сказать и слова против. Проворчал про себя старик ли, я так понимаю, говорить дальше бесполезно, улыбнулся мальчик. Секта Холодного Трупа должна пасть окончательно. Взревел мастер Великих Облаков и замахнулся на Нин Ци ладонью. Мастер Дзян тут же остановил его. Не спеши, техники Секты Холодного Трупа влияют на призрачных мастеров. Пускай он последует с нами в древний призрачный мир, и если будет полезным, то мы его отпустим. Мастеру Секты Великих Облаков не нравился такой расклад, но спорить он не смел. И вы тоже пойдете с нами. Обещаю, что каждый из вас получит свою долю, сказал мужчина, посмотрев на практика в сфер ниже. Однако народ не был рад такому предложению, потому что они знали, что там их ожидает смертельная опасность. Глава 4382. Прочь. Мастер Дзян у нас нет надежд на какой-то шанс, да и дела срочные остались. Мы, наверное, пойдем. Сказал Ли Юньха и старуха рядом с ним кивнула. Хотя этот мужчина являлся потомком святого и они с радостью помогли бы ему, чтобы подружиться, но отправляться в то пространство было слишком опасно. Древний призрачный мир не какой-то там курорт, а место, где даже мастер зарождения души будет в опасности. Так не пойдет, если кто-то узнает о таинственном пространстве, будет много неприятностей, покачал головой мастер Дзян. Ли Юньха и старуха слегка побледнели. Мастера низких сфер практики молчали в тряпочку. Раз даже старики не могут уйти, то как это получится у них? Это ваш шанс. Мастер Дзян поможет вам, так что не отказывайтесь, сказал один из культиваторов зарождения души. Спасибо, мастер Дзян. Старику ли пришлось смириться? Тогда пойдемте, предложил мужчина. Проведший три дня в таинственном пространстве практик Золотого Ядра, которому посчастливилось сбежать оттуда, последовал за Нинцы и остальными в Синей Врата. Настроение у него было не к черту, он уже пережил смертельную опасность, а теперь ему снова придется туда войти, но деваться было некуда. Оставалось только следовать за мальчиком. Большая группа вошла в проход и картина перед ними резко изменилась. Когда мастер Дзян увидел ее, то резко нахмурился, потому что вокруг них было огромное количество аур, более сильных, чем его собственные. Они появились на древнем поле битвы в самом отдаленном месте, но даже тут они слышали звуки сражения и могли наблюдать яркие вспышки света на линии горизонта. Благо пока что призрачные мастера их не заметили, так что все было относительно безопасно. Нинцы же, как только оказался здесь, почувствовал очень знакомые ощущения.